так 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 дискорд вы там сразу напишите по звуку как только мы с ним созвонимся нормально чё как по звуку все дела а то обычно мы начинаем с того что гости не слышно просто будет начинаем с того что настраиваем технику все нормально но я тебя слышно пока не вижу привет прикольно а я догадываюсь почему целом вот я камера занята другим приложением наверное да все выключить камеру и включить камеру не так не сработает надо собственно говоря о есть сработало вот написано получается еще больше этих ник чем я сейчас я тебя выведу айтишник да да я вот я сейчас айтишник буду я понял понял вот так да есть такой на самом деле я просто тоже как лёха всем привет привет аудитория так подожди я же тоже себе на канал кинул так сказать что за серебряная кнопка у тебя сзади а ты видишь какой блин уровень блогера ты не представляешь меня что я очень серьезный человек а вообще то что свет ты видишь уровень монтажа выглядит очень круто я вот смотри я такой плохой айтишник что у меня помещается либо кнопка либо экран экран ты что предпочитаешь оставить ну лучше на кнопку не смотри я вот сейчас до айтишничаюсь и вот вот вообще и все не так я могу подвинуть портфель все они все улезло до айтишника один не может короче вместить другой двигает просто руками так сразу слышно русскую речь отлично мы в принципе и не анонсировали никакой другой слышно нас обоих хорошо напишите чё как по по голосу по звуку да да по-любому нас слышно сто процентов для какой штрих классный ребята всем привет ягнат 777 я многие помнят и 9 лет наверное играл в покер потом ушел оттуда долго хотел уйти из покера сейчас я занимаюсь криптой я не буду ничего продавать навязывать и прочее я буду просто рассказывать как я вижу что про крипту перспективы 2021 году но уверен что лёхо подготовил хорошие вопросы будет интересно досмотрите я вас уверяю что даже если вам кажется крипта это дичь просто общую информацию можете сейчас получить просто посидел под чаёчек послушать нас легкой будет интересно пошел захват канала короче под чаёчек тут знаешь ну я теперь перед каждым подкастом да буду предлагать гостю выпить потому что последний конечно произвел фурор прям так я тебя представлю а ты сам уже представился саня играл доны я из начинал я даже не знаю что это а потом успешно играл мтт вот и везде аджастился просто аджастинг и даже в крипте сейчас просто в полном аджасти и тут лёха сказал что устал я тоже немножко если честно все уставший очень много работы я бы сейчас буквально на графиках тут даже на события произойти вполне вероятно в прямом эфире произойдет будет жестко например чуть потрейдить буду вам рассказывать это параллельно но никаких реклам чисто вот как то так то есть ты сейчас можешь разбогатеть в прямом эфире ну типа могу заработать кстати говорю на одном из последних стрима у меня получилось прям прямом эфире заработать 800 баксов это было эффектно но такое не все получается было что и на стриме минус 500 дел ну как бы такая такой же стрим как у лёхи выиграл не до дачи ну просто обычно ну как-то типа растянута типа сделка такой шок прям на стрим вместилась такое бывает достаточно редко так что как то так черняка убрал да у тебя черняк был на заднем фоне черняк вот прям за моей головой да смотрите если шок кстати вот тоже хочу домотивировать ребят которые у меня просто такая штука была в покере конкретно что типа новогоднюю скорую лёха молодец лёха будет работать я уверен что это 30 и потом 3 и так вот пахать плотно но если у вас есть такая штука как у меня когда уже год закончился такой ой да шо я в этом году уже типа сделаю уже можно подзабивать и в конце немножко спадают обороты так я вот наоборот вам предлагаю воспринимать это как финишную прямую вот везде с дурной надо сейчас в финишную прямую выдавить типа все равно корона типа карантин как бы меньше гулять больше концентрироваться на игре отработать уже и в следующий год будет легче входить вот такой мотивация минутка мотивация дана-то а ты где-то у себя зарепостил до своих этих сейчас при да да конечно конечно я вмешать телеграм-канал 8000 человек но у нашей компании double top traders оттуда придет по-любому ребята кто оттуда ставьте плюс у меня просто аудитория не твичевая не знаю есть у них там аккаунты на твиче но youtube они обязательно твой посмотрят потом если кто в записи прочее я уверен что будет интересно да а ты к чернику кстати как относишься он твой кумир что ты его поставил да но он типа там сейчас пойдет возможно забурление на тему того что черняк не такой молодец как кажется с точки зрения как он на первый миллион заработал но но мы с ромой общались да да но нет я конечно кумира именно с точки зрения вот как насколько он блин во первых вот его позиция про бизнес про то как можно все сделать вот эти мотивационные речи и вообще в целом только разбираться и в своем бизнесе как советуют людям при другим предпринимателям что-то мне очень заходит я разделяю главная позиция что нет никакого успешного успеха на просто и больше и типа если можно вообще такие материться иногда да 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 поэтому поэтому мы мне очень это импонирует на протяжении всего 12 лет я ребят работаю словно говоря девять там покер и три крипта там чуть-чуть смежно было и вот я понимаю что просто зарабатывают до этой дистанции длиннющие самые успешные тех кто может много работать окей это можно правильно у кого-то есть талант не талант у тех кто много просто усердно работают у них конце хороший банкрот а ты слишком пуляй а как вот он же там ну типа не такой был сильно не разогнался а чувак просто сидел сутками задрачивал и все и в итоге вы смотрите на лёху топарь сидит а как контент-мейкер тянь напрягает вот это его подачи что он прям прессует жестко мне просто иногда иногда хочется чтобы конечно размазюкал кого-то иногда такой хочется прям подойти к чуваку погладить его сказать ничего ничего все нормально будет расслабься но слушай тут такое относительно согласен что иногда может он перебарщивает и кому-то тяжело но я просто за вот эту жесть что типа и сейчас такое время вот это диджитализация вот это весь все время что ты если получается стоишь просто на месте тебя жестко начинают обгонять и получается для того чтобы даже стоять на месте надо двигаться и вот это он как бы вся эта философия в том что ты соберись ты чувак вот сейчас от тебя зависит и сейчас такое время что мы не в каком-то там 15 веке когда нужны были а-ля нереально было стрельнуть а сейчас можно тупо взорваться вообще в любой теме это ну просто черняк пропагандируют что там же и розетки и аяксы и трейдеры и покеристы все наши такие сферы вся такая аудитория да я уверен взорваться достаточно просто и если ты можешь это сделать и ты типа хочешь этого то почему нету типа нельзя сказать я не знал сейчас классная штука что нельзя сказать я не знал все есть в интернете и такое время живем надо просто ну бомбить что называется так хочу начать с воспоминания о том что у нас с сашей был было интервью на ю тубе два с половиной года назад и вот сегодня проверил я почему-то думал что это примерно в то же время года это наоборот уже была весна и типа уже холода наоборот заканчивались они только начинались и и значит мы тогда говорили это был наверное первый бум ну крипты биткоина мы тогда все были очень воодушевлены говорили о том что сейчас вообще улетим в космос но чтобы понимать какой был контекст у нас был конкурс там с розыгрышем трезер да или как эта штука называется и значит для участия в конкурсе надо было дать прогноз сколько биткоин сделает за год процентов и типа кто будет ближе всего то ты победил значит вариантов с отрицательным процентом было ну типа один процент от всех и в итоге человек который написал просто поржав по типу там минус миллион процентов ну не они сколько там написал минус 20 он оказался он и выиграл то есть мы ходили все такие воодушевленные рассказывали как это круто блокчейн технологии а в итоге получилось что просто настолько в никуда это все в тот момент было как ты вот ну оцениваешь вот то свое настроение которым она тогда было и чё в итоге не угадали мы чё ну пошло вообще в другую сторону слушай но тогда еще какое-то время много завала все правильно это когда ты сказал это был честно апрель восемнадцатого года да апрель восемнадцатого после этого все упало ну потому что в тот момент действительно вот это но голову оторвало с эйфорией с тем что как-то получается не верил в циклы как-то вот сейчас я уже четко понимаю у меня есть уверенная позиция том что когда будет новый цикл когда мы видим биткойн до 50 и 60 потом будет жесткий откат обязательный опять он может быть на пару лет то есть такая история которая ну вот у него она пока вот такая цикличная то есть я бы такого ждал возможно конечно подриву по-другому поведут но глобально туда он как-то все жестко сильно верили действительно помешались там типа уже был просто откат да тогда я там помню в мае 2018 биткойн с 20 тысяч на двенадцать упал я ну или на 10 или не 0 и по 10 брать это можно просто на все бабки наши лучшие кейс жизнь типа я там чуть ли ну тещины до моля за же деньги не загрузил говорю типа бабки свободные в биток сейчас кинем заберем быстро потом 20 будет скоро два с половиной года вода такая крипто зима потерял это объемы обороты людей как-то вымола она так вот не знаю как это назвать этот стиль как это все выглядит ну работает вот эта схема но рынок вот такой цикличный и действительно ну как бы бывают такие серьезные откаты и когда вот это все деньги по уходили кто-то позапрещал и она успокоилась и такой вот так рынок выглядит не крути всегда будут откаты поэтому это надо учитывать при стратегии инвестирования тогда и просто сейчас же тоже когда вот мы сейчас спрашиваем мы спрашивали в ноябре типа сколько биткойн будет на 1 января и там типа 100 человек и мне кажется двое написала что будет меньше чем в тот момент . понял все настолько сходят с ума с это слушай а ты сейчас назвал такую цифру типа 50 60 в этом вот этом цикле собственно на пиковую цену то есть ты думаешь что мы до такой цены дойдем еще в этом цикле развития тут очень сложно четко сказать во первых 50 60 это просто я понимаю что это скорее все должно быть по порядкам как она растет даже вот сейчас надо понимать что сейчас 20 тысяч bitcoin просто до 50 тысяч это два спонных сану это действительно копейки чтобы ты понимал вот этот в 2017 году начале когда там был там биткойн 1000 2 4 и все время там даже когда он уже был скажем так 8 у него все равно было запасным два с половиной икса а сейчас мы получается только вернулись к тем хаям сейчас вот эта проторговка может вообще отсюда полетим там условно говоря на 90 естественно что там очень много подобных камней может это не пойти и прочее но я уверен что цикл когда он начнется полноценно он будет таким есть конечно процесс возможность того что нас до 19 подержат что сейчас собственно и происходит достаточно долгое время биткоин этот 20 тысяч ну 19 18 17 и не дают почему-то вверх пробить хотя это очевидно что уже на пробивать и запускать именно у машину хай пошел разгон что типа вот bitcoin новые хаи что нету людей которые в минусе вообще ни одного да как бы очевидно я имею ввиду что кто купил держит чисто биткоин и нас сейчас держит может быть сейчас опять пойдем вниз и например условно говоря на 12 тысячах будем год стоять но я в это мало верю потому что вижу что же появились и мосты идет работа на государственном уровне и сейчас в америке будет пересмотрение этого всего в россии вводят этот закон на ну то есть много ходить делать легализацию крипты это дает мосты простые инвесторам крупным ну плюс там грейс кейл элементарно гребет этот биткоин что дурной это фонд этот который сейчас имеет там чуть ли уже не два процента всех биткоинов короче ну машина очень разогналась хайпа понял и разгонять ее до 40 тысяч ну там вообще ничего не стоит это 2x а это типа действительно немного слушай а я пытаюсь разобраться то есть и ну там вот ты и там другие ребята которые я знаю что заниматься крипто и они говорят что вот мы там типа круглосуточно занимаем нам надо все время быть в теме все время там вот онлайн что-то зачем-то следить я пытаюсь хотя бы на пальцах понятия в чем заключается этот анализ и вот типа то время которое ну вот уже прошло какая-то дистанция которую я как-то анализирую грубо говоря ваш анализ да их ну выглядит это достаточно забавно то есть просто как пример у меня есть а ну ты знаешь его но я не буду называть в прямом эфире вот у меня есть товарищ один он очень там много поднял на крипте потом много засадил но как-то продолжает типа заниматься какое-то время и мы с ним что-то переписывались он говорит вот части побудет сейчас я закупаюсь bitcoin я говорю объясни ну типа в чем суть он говорит ну просто завтра послезавтра день рождения биткоина я подозреваю что ну день рождения это такая тема значит положительная ну в общем он точно вы и он короче вырос он там ну чё-то заработал на этом какие-то бабки я такой блин ну серьезный анализ конечно день рождения биткоина значит надо покупать плюс к этому всему прибавляется вот ну вот пример нашего с тобой вообще то есть я сейчас сделал небольшое отступление большую ремарку я не пытаюсь то есть короче я не против крипты я даже скорее наоборот за потому что у меня есть какие-то деньги в крипте я не горю что я не верю в то что это возможно анализировать но для того чтобы у нас получилась какая-то дискуссия не просто взаимное облизывание я буду стараться ставить себя на сторону ну типа противоположную чтобы какие-то да с той стороны закидывать аргументы и смотрю и слушать собственно что какой есть на это ответ вот и значит из нашего личного общения опыт анализа был таким я тебе там периодически говорю сань ты же там свистни когда надо будет заходить по твоему мнению и мы с собой там виделись типа там четыре месяца назад гуляли ты и ты говоришь слушай вот сейчас точно я уверен сейчас точно надо заходить и ты был прав в этот момент начался взлет я говорю а до скольки там он будет ты грешну может сейчас 20 может сразу там 40 может еще что-то я тогда короче не успел зайти потому что у меня не было денег и с дт и когда у меня они уже появились типа она уже стало 13 я говорю чё сань сейчас она как-то очень быстро стало 13 игр что сейчас заходить ты говоришь не час надо уже ждать корректировки nokia ждем корректировки через два дня на становится 20 я не такой смысле так а где это корректировка и я на это все типа смотрю со стороны у меня ощущение что просто пальцем в небо там день рождения или просто мне кажется сейчас она будет расти мне кажется она будет падать может раз можешь рассказать более подробно в чем короче конкретно заключается этот анализ что вы анализируете так ну вообще начнем с самого простого конечно когда кто-то ставит на день рождения это уже звучит но очень натянута если мой анализ там когда ты просто тоже сказал саня что делать типа сейчас будет расти 2040 и возможно я не спросил почему такие факторы учитывал и прочее я я в этот момент учитывал количество печатных это не денег которые печатают в америке если кто не знает за 2020 год напечатали внимание 25 процентов долларов от всех денег в мире которые были отдали от всех долларов в мире то есть просто долларов стало на 25 процентов больше это за количество смягчения и по сути дела это уже ослаблевает доллар на этом фоне элементарно доллар уже как бы ослабеет а биткойн при этом летом у него была был халвинг и есть там вот эти циклы как раз таки это накопление когда идет цикл где значит происходит халвинг это халвинг это в тот момент когда начинается майнится монет в два раза меньше для сравнения манилось полмиллиона 50 тысяч в месяц а сейчас стало майнится 25 тысяч в месяц биткойна то есть на самом деле это надо все равно по текущим деньгам на огромные суммы это по полмиллиона долларов в месяц но тем не менее это все равно позволяет не свои на такие объемы как бы его не хватает аля все равно эти фонды скупают там и прочее я это самый самый большой вопрос то что я всегда всем говорю вы думаете о том что для того чтобы типа хотя бы держаться на текущем уровне надо выкупать биткоины на 500 миллионов долларов в месяц но это как бы не мешало когда был 2017 году взлететь в такие небеса где там а биткойна опечаталась миллиард условно плюс поэтому это первое второе по биткойну есть когда ты мне со мной общался по 13 я ждал коррекции там действительно был такой момент она бы резко выросла и фишка том что я всегда всем не советую заходить людям на хаях есть люди отберут и в момент нажимают и заходят на хаях это вот самое плохое пошатом себя коррекции или чек потом на коррекции чувствую себя неудачно и надо в момент на коррекции заходить и и там и просто проблема том что да у нас может быть без коррекции вот эта линия вверх и все и ты смотришь такой ну ёптудэй у меня были знакомы в том числе в 2017 году когда они такие игры слушай за 4 заходи а это хаи хаи и чего это я подожду коррекции подождал комплекции купил за 8 понял типа вот такая ситуация 4 дорого купил за 8 да 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 ну тут а это что еще как бы в этом вникает все сидишь и она тебя подплавлять это первое мой конкретно анализ и команды моей заключается немного в другом и больше например есть продукты айсио это когда ты это как айпио только в мире крипты ты инвестируешь в новую крипту на стадии зародыша где нету еще это вообще приватный пускай сел но есть паблик сел это когда у них уже типа продукт готовы у нас собрать деньги и выпускает продукт на бирже то есть листят это на маркетинг могут деньги идти могут на листинге на бирже и там какие-то еще и разработчиков том числе вот вот на таких штуках я зашел в айсио там относительно давно было api 3 мы зашли по доллар 06 а потом цена была 24 вот как бы я я сейчас этот проект пройдук смотрю он на самом деле этот момент имеет очень маленькую капитализацию на 2021 рассматриваю очень интересно внутри потенциал большой я даже добавлю наверно в портфель на год я буду делать портфель на год и думаю будет людям очень интересно такое обширное типа где расскажу вообще что можно инвестировать на год и сколько от вас требуется времени и сколько вас времени как вы хотите уделять вот такие штуки поэтому а по поводу биткоина ты абсолютно прав когда ты выбираешь по биткоину там очень часто будут папа пальцем небо потому что ну вот опять же огромное количество факторов могут быть а он вообще в другую сторону идет ему по барабану а потом он за и 7500 у нас ходит потом не ходит и как раз на 13 я ждал коррекции и опять же мы с тобой уже не на связи каждый день я там я как раз таки по 13 короче фишка том что я когда было 10 я думал что будет подкат я здесь идти как дебил сидел сидел и ждал отката потом прошло 13 я видимо там тебе сказал что не надо но сам уже в какой-то момент перезвязал и в 13 я зашел полностью крипту у меня full full крипто бр был в биткоине и в различных альтах в эфире том числе много потому что там эфир 20 был я понимал что эфир много стремится всего по 350 там по 400 набирал на все свободные средства плотно я и я не весь еще пофиксил то есть там уже внутренними идут там вот можно ликвидно заливать и самой же крипте очень много кейсов поэтому тут вот такая вот ситуация собственно а вот этот вот анализ что ты как говоришь что мне казалось что будет откат или мне кажется что сейчас будет рост или мне кажется сейчас будет коррекция это идет на основании просто субъективного опыта или на основании каких-то фактов мне субъективный опыт все вообще по сути дела вот если брать bitcoin если брать без технического анализа есть еще технический анализ это вот эти кривые драконы голова и плечи это это все как бы есть по ним очень долго можно обсуждать мы как бы у нас команде тоже ребята этим занимаются активно просто там конечно больше такие скальперские решения что ты видишь вот уровень там пробила ты залетел него но взяла ты там стоп перенес это типа такие это больше я так называю старкрафтерские короче приколы ты постоянно сидишь у тебя в графиках все у тебя на правой кнопки мыши купить на левой продать и ты так типа купил тут ордера расставил там фигуры видишь вот это такой технической точки зрения анализ а если брать вот фундаментальный то это даст полностью субъективное мнение то есть у меня есть огромный опыта количество паттернов что происходит аля на новый год что происходит когда закрывается фьючерсы там годовые на cme на бирже что происходит когда новость уровня paypal не так давно paypal добавил крипту ты в курсе а не может быть такого что биток уже отреагировал на эту новость и он уже ранее нет ну просто они то там знают о том что paypal добавил а ты мог об этой новости условно услышать уже после того как его цена отреагировала окей по-твоему вот эти люди которые знают в тех кто знают там на самом деле не такой большой штат людей и они же не имеют права выносить это в паблик как достоверную информацию понимаешь они там могут могут я тебе могу сказать лёх там типа сегодня листинг на бирже у меня например есть такая инфа это типа инсайды есть естественно инсайдерская торговля и они меня как бы оля имеют в этой ситуации инсайдеры всегда будут сильнее всегда мы тут я что-то не говорю моя задача увидеть твиттер в твит быстрее я такой тип о биткоин покупаю по твиту а потом уже доходят до хомяков это как пищевая цепочка определенная где в самом начале стоят те кто это делают потом стоят какие-то инсайдеры которые очень приближенные а вы где-то еще чуть ниже которые просто 24 на 7 следите за всеми новостями окей смотри какой какая фишка и мой опыт что мне позволяет делать я видя эту новость знаю насколько она процентов повлияет то есть я вот вижу уже вырос пять процентов биткоин но я знаю что здесь 12 15 процентов ну предполагаешь да по похожим паттернам и я захожу эти по собирают эти 5-7 процентов ну и как бы что делать деньги вот так да я понял короче достаточно обгонять просто большинство которые как и я слышали по радио да и это это уже будет какой-то профит радио услышали не такие звонят на хочу купить кредит но они уже типа после того как уже все все купили в принципе но не все все купили ну я имею ввиду они уже в последних вагонах где-то находятся по после меня условно да мне понравилось вот когда мы с тобой тоже обсуждали твоя я тебе задал вопрос что типа а если нет то есть если ты ошибся как ты ну и это у вас происходит ежедневно по сути на протяжении большого времени как как ты как ты с этим ну будешь жить и ну насколько это комфортно ты тогда сказал прикольно что в целом ты же постфактум любой результат можешь объяснить каким-то логическим умозаключением я сейчас читаю черный лебедь талеба и он там очень конкретно об этом говорит что очень прикольно анализировать историю после того как она случилась то есть сейчас все там говорят что оказывается вторую мировую было очень легко там предсказать или там кризис 2008 года или там потребительские кредиты эти в америке это все можно было легко предсказать но почему-то до того как это произошло никто не мог этого предсказать и то же самое но это круто осознавать что типа твой мозг так работает что ты постфактум можешь всегда найти ответы на любые события но это нормально с этим типа это не 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 принижает твою твое самоощущение как специалиста то есть внутри себя что если ты осознаешь на самом деле ты просто находишь эти аргументы уже постфактум мне кажется у тебя камера лучше чем у меня сейчас смотрю и хочу потом даже спросить я тебе расскажу это не камера лёха это на самом деле очень просто в сравнении контекста покера но если чуть-чуть откатить до симплов то ты на ривере человек в тебя блефует ты его вскрываешь думая о том что у него капнут на ту часть ты вскрываешь и смысл что это правильное решение там херок сильный диапазон и ты начинаешь себе объяснять что в целом да он так мог разыграть я это не учел мы по сути дела после того как проигрываем сделку ну типа вы проигрываем стек тут же брм очень важно нас тут называется риск менеджмент понял почему-то не назвали по-другому можно было тоже банком менеджмент звать и все у них тут риск менеджмент что ты не можешь риск больше чем д потом 0 5 или один процент отдавать то есть если сделки высокорисковые полпроцентика если низко один процент риск максимум ставишь чтобы типа больше одного процента не засадить даже я например сейчас какие-то монеты покупаю зная то что у них например какие-то новости но я понимаю что если bitcoin дёрнется вниз по какой-то причине неведомый монета тоже дернется вниз и меня закроет я лучше здесь ставлю стоп чтобы если она упала ну типа то как бы я скидывать немного теряю понял да такая ситуация то есть здесь абсолютно фишка том что да ты не можешь каждый раз дать шоу-даун и тут ну блин окей я увидел то есть мы просто получаем очередную руку себе в историю то есть у нас в этой создать паттерн да как сложились обстоятельства как мы действовали и потом уже задним числом мы объясняемся бывает просто когда вот я вижу что натягивают понял там типа какая-то новость и начинает это там задвигались токены я такой ну вот это уже натяжка натяжка события под фундамент то есть типа события случилось и мы потом задним числом натягиваем вот это вот тут главное не запутаться и не создавать ложные причины почему аля игрок так сыграл да я я хочу немножко отвлечься на чат потому что судя из одного сообщения я понимаю что может я не совсем правильно сформулировал сообщение такое что много вырезок из газеты здания времен до второй мировой что сталин и гитлер договорились и совсем пизда ну нет суть не в том то что ты говоришь это речь о какой-то документальном подтверждении того что это событие должно было случиться мы говорим о том что мы на основании каких-то одних событий проанализировав считаем что произойдут другие события то есть например то что дочь второй мировой войны упали акции это было как бы знаком того что будет война но почему-то в тот момент это никто не смог оценить все это объясняют уже постфактум что были какие-то предпосылки то что типа где-то была информация что гитлер со сталином договорились ну типа разъебать это непосредственно это не причина войны это типа ее суть а мы говорим о том что мы анализом одних событий притягиваем причину делаем их причиной других событий то есть вот больше об этом речь так значит хотел вот еще о чем поговорить недавно вот буквально пару дней назад встречался с основателем одного не знаю крупного не крупного 520 миллионов управления это крупный фонд считается конечно и начну вот у нас следующий подкаст будет на тему инвестирование финансовой грамотности и для меня это тоже все такая интересная история и скажем так рисковоопасно так вот я был удивлен когда я у него спросил он сказал что они крипту не используют как бы в целях как финансовый инструмент то есть она у них не входит ни в какие там портфели и так далее и я типа такой в смысле а почему ну звучит это как будто бы вы какие-то несовременные ребята если уже все начали он говорит да дело в том что ну типа серьезные ребята не считают крипту активом в целом потому что у нее нет признаков актива как таковых за ним там кроме технологии ничего не стоит там допустим нет какой-то определенной команды это типа как он сказал это вера просто то есть цену на крипту ее создает просто вера во что-то ты можешь как-то это прокомментировать и сказать является ли по твоему мнению крипта активом если нет то может ли она им стать и что для этого нужно тут я хочу по поводу веры и это действительно так вера но проблема в том что у нас везде вера у нас все держится на вере доллар гривна и самый отличный пример который больше сейчас люблю из самых последних тесла капитализация больше чем всех автокомпании блин без 2 3 это хороший пример но он одновременно и плохой мы с ним его тоже обсуждали он говорит что тесла он тоже по этой же причине не берет вот так вот ну то что не берет тесла но получается дальше типа такая ситуация интересная что а когда ты портфель большой составляешь на 500 миллионов по логике вещей он должен быть очень сильно с хеджирован то есть грамотно сбалансирован и вот он не берет получается биткоин и тесла самые растущие активы в мире ну потому что они в любой момент могут лопнуть и на ноль они тоже не могут мы это тоже отдаем себе отчет но опять же я не могу ли они естественно не более волатильны но почему их не взять маленький процент я общался вообще там нету этих как это назвал и т.ф. вот нет и т.ф. индекса который нету нормальных инструментов еще для всех фондовиков чтобы они легко заходили те кто заходит это делают либо либо вообще сами это все делать через свой какой-то ресурс где как-то там вот что ты понимаешь и если купить в америке по моему bitcoin фонде грейскл там по моему на биткоину словно сейчас он 19 и на по 20 покупать потом поставочный какой-то индекс ты его по столько берешь и у тебя . безубыта типа 20 его типа все купил держи то есть там вот эти моменты они на это как бы зарабатывают дополнительно на самом деле пока этого инструмента даже все пользовались нет но я спрашивал опять же у этого своего банкира если идут он короче не банкира ты человек тоже имеет имеет фонд не такой большой но я так подозреваю что у него до миллиона пятьдесят есть и вот фишка потому что он говорит они по сути дела знаете что делают повторяют акции успешных опа повторяют портфеля инвестиционные успешных американцев то есть там s&p 500 дилл джонс индекс недвижимости и вот это они там и какая-то и какой-то доля фиаты они там балуются понял за ними повторяют смотрят что-то не делают и те по сути просто зеркалят я говорю а если они начнут брать если появится и т.ф. на bitcoin они будут брать да почему нет это для хеджирования он точно приемлем потому что понятно что тут сейчас можно сейчас долго обсуждать что это нихрена незащитный актив я полностью согласен но то что это актив как и тесла которому который держится на вере людей и у нас еще мы просто даже тесла она же попала в тренд почему тесла такая успешная потому что людям хочется верить в электрокары ты вот поддерживаешь эту тему рома я я тоже бы мне прям хочется маск крутой чувак типа если бы там была не маска какой-нибудь вася пупкинг 120 килограмм веса лысый который бы вообще не выступал бы нигде то может ничего бы тв не было все равно сама идея тесла что она вот это беспилотно это супер современная то есть это будущее футуризм мы к нему доверяем это хайп ну как ни крути люди типа развиваются мы все-таки современные вау типа что там ну где-то она вылезла я с этим согласен просто может это не тесла бы было бы было бы что-то другое да да то есть она даже о чем говорить даже вот этот бионд мид который роман да это мясо искусственное ситана она тоже набрало капитализацию сумасшедшую просто потому что веганы отъехали и начали говорить что ну блин куда надо вкладывать деньги если аля типа вот в норвегии там заводы компании которые перерабатывают мусор супер дорого стоят не обоснованно блин потому что это типа тренд и ты делаешь чисто лучше и тут и блокчейн фишка то что сейчас тренд деньги начали терять свои свойства как только вот этот доллар ослабее часа 5 а он должен ослабеть при таком количестве напечатаем денег и качественно смягчение как кью е как кто-то написал там чате погуглите ребята доллар потребительская корзина аля стоила например 100 долларов а сейчас будет та же самая корзина будет стоить 125 и вот этот рывок бы это за счет от этого коронавируса пандемия вас уверяю просто ночью не доехала ночью будет постепенно доезжать с крупных корпораций не там постепенно как-то будет эти деньги возвращать потом это все сожмется и просто все станет дороже то есть вы будете зарабатывать те же самые деньги чтобы это будет жить беднее это вот я почти уверен то что это по всему миру пройдет в течение следующих двух лет мы будем восстанавливаться от этого кризиса параллельно я еще переживаю вторую волну и мы об это ударимся я вам гарантирую и когда вот это произойдет ну типа люди вот какие-то биткоин подорожал ты понимаешь почему я не держал пять процентов биткоина у меня было бы я будут это падение доллара пережил бы в битке то есть я например всем советую держать сейчас вот если у вас есть деньги покеристы у как раз это так аста которая хочет там приложить чуть-чуть денег держать в крипте в биткоине например или в эфире это вообще ну типа бы тут тут велела все ваша ситуация что вы сидите у компа ситуация скриптой даже то что вы послушайте этот стрим как бы это тоже говорит о том что ну блин вот я три с половиной года занимаюсь и ребята подумайте практически нету точки чтобы купить биткойн и сейчас он был бы дешевле ну то есть это минимально вы могли потерять но это звучит как типа а если вы и соответственно если вы готовы терпеть на 45 лет то есть новый цикл например мы сейчас упадем на 10 на год-два скорее всего потом вырастим то есть биток может звезде составить его типа взломают что в целом сейчас на данный момент является супер низкой реальным либо придумать что-то другое но если придумать что-то другое по идее тоже это не будет максимальный захват знаете рынка типа даже изобрели вот тесла электрокара это же мы не можем сейчас захватить резко и вот его тоже блокчейн деньги люди пользуются кому-то удобно там полдну и прочие люди торгуют это это целый рынок просто так взять и убрать я не знаю как это все возвращаясь к активом и не активом я в общем сделал такой вывод что по факту это выбор просто политики каждого ну в этом случае до какого-то конкретного фонда за которым стоит конкретный человек который говорит что да это вера и типа можно делать ставки на веру и то как она будет расти но я допустим привык и люблю анализировать к примеру менеджмент компании допустим я смотрю что в компании microsoft допустим 100 человек работает я их знаю поименно я знаю чего они делают я знаю что если эти люди работают в этой компании значит эта компания по-любому будет расти а типа вот что касается веры просто веры людей когда эта вера создает хайп и создает цену то ну просто этот человек не хочет не считать себя сильным в оценке того насколько эта вера далеко может зайти скажем так это просто выбор скажем вектора работы того или другого человека тут я к тому что это не может быть там правильно или неправильно но я такой же по сути дела продукты рис сколько компания могу оценить сколько компания зарабатывает прочее оцени хешрейт хешрейт это работники на bitcoin это майнеры это люди которые вкладывают оцени компанию которая дело производит видеокарты в объеме например там сколько миллиард в год стоимость эта компания работает по сути дела на блокчейн биткоина ну не совсем они не несут ответственность за биткоин они если предположить ситуацию что допустим завтра ну да давай это совсем такой утрированный пример завтра появится квантовый компьютер и он взломает каким-то образом биткоин то за этот взлом никто не будет нести ответственность то есть это просто сложит его если завтра что-то произойдет не знаю как этому хакер атака на microsoft например то там есть ряд сотрудников которые будут пытаться с этим бороться а есть не в биткоине то что ты говоришь во первых такое же было когда сеть была перегружена они они же протокол обновляют вот как раз таки в 2017 году там были под этим во первых форт биткоина был фичка в том что если произойдет такая атака то можно в теории сделать форк есть вот эти большими организациями он конечно децентрализован но если там 80 процентов был такой даже саммит куда приезжали самые крупные владельцы вот этих всех пулов майнинговых пулов и они обсуждали что делать с форком и они договорятся то есть если придет этот форк если придет моего компьютера и уронит мы возьмем сеть с этой точке форкнем и что-то придумаем то есть это вот этот вопрос решен это вообще не надо беспокоить ну клёво так я вообще это все к чему вел мы с тобой когда два с половиной года назад общались и в основном воодушевление заключалась в том что ну типа блокчейн это революционная технология через год 23 все будет на блокчейне сейчас вот эти все вот эти оси очки которые выходят это же все были потенциально какие-то продукты очень клевые ну я правильно понимаю что из всего что заложен было заложено реализовано ну в процентах сколько вот назови просто меньше одного наверняка а тебя ну вот как это ну то есть это не парит что вот так вот оно все происходит сложно сложно тут просто сложно понял ну типа слишком сложно это все перевести на блокчейн не везде он нужен как оказалось ну типа убер на блокчейне нам нахер не впал типа какая разница типа не везде он нужен очевидно просто не везде нужен но он свои отрасли уже находит постепенно находятся какие-то юзкейсы более обширные обширные там можешь примеры привести децентрализованные финансы когда ты можешь под крипту занимать доллары и это все смарт-контракте работает через третью сторону третья сторона в смысле выступает смарт-контракт который проходит аудит компании которая проверяет чтоб все ли там хорошо нет дырок и ты получается мы с тобой я тебе хочу задеть деньги у нас с тобой нет между собой доверие мы неизвестные люди нам получается найти аля к юристу да или в банк и как и мы через банк так и делаем аля в банк ложу на депозит а ты берешь в банке кредит и мы их платим конскую комсу банку и между собой тоже дохера и времени тратим еще кучу на это и время а тут просто я сейчас могу на данный момент взять биткойн это 20 тысяч округлим кило биткойн на контракт мне дадут 10 тысяч долларов я буду 10 тысяч долларов пользоваться а человек который даст 10 тысяч долларов ты например человек поменял нас нанесу будет получать процент какой-то минимальный процентом как раз там пять процентов годовых так хорошо ты согласен с тем что та реализация которая есть это как бы фиаско братан по сравнению с тем что мы ожидали нет я не просто нет тут вопрос потому что видимо когда мы с тобой обсуждали что-то сильно у тебя были или у меня тогда в тот момент тоже завышены ожидания очевидно что даже близко того что могло произойти мы не сделали очень сложная технология но у меня всегда такая позиция умнейшие чуваки работают у них мультимиллионные обороты ну он тон хотел телеграм что-то сделать ну блин дурова надавил всех да не разрешил хотел сукерберг либру тоже там не запустили есть вопросы действительно как бы и регуляция что-то давит но есть уже brave джо роган если что им пользуются это типа хрома в браузер где ты пользуешься слышал анонимный анонимный да где тебе не будет рекламу или там будет платить за эту рекламу если хочешь короче в этих токенов понял что ты ими пользуешься они типа часть денег это рекламодатель платит будет идти тебе условно говоря понял да это я в общем все к чему это типа переходя больше к александру гнатенко от крипты тогда создавалось такое впечатление что ну типа ты ушел из покера в крипту потому что это вся движуха вызывает такое воодушевление что ну типа я ну может не меняю мир но я какую-то причастность к этому имею и типа да сейчас я занимаюсь спекуляции но в целом я я занимаюсь спекуляции на такой теме которая типа очень важно для всего и все на этом будет там и так далее и тому подобное а сегодня мы видим что мы все по-прежнему занимаемся спекуляции в основном и как бы мира но пока не поменяла может когда поменяют а может мы реально этого уже не застанем потому что оказалось что существующая система очень сильно сопротивляется и как бы это можно было предположить тебя ну то есть не расстраивает то что ты продолжаешь заниматься спекуляция не чем-то высоким тебе ты находишь в этом интерес тебе в чем конкретно вот удовольствие ты получаешь от своей деятельности слушай ну нравится обыгрывать рынок поляну обыгрыш по сути дела я понимаю что против но я играю вот то что это типа если можно перенести на спекуляции на акциях топовых компаний технологические просто здесь компании менее топовые и как вообще сомнительные объективно многие но там есть большие спекуляции я сейчас вообще торгую такой дичью что ты понимаешь там купил у так вот прикинь токен утка который является юнит протокол там что-то под своими какие-то технологии я сейчас говорю типа ребятами которые общаюсь я говорю ребят я тут не про технологии я тут про заработок но на данный момент мне это нравится глобально ну во-первых то что типа все еще мы в спекуляциях но я говорю много времени очень тяжелая оказалось продукт что типа просто так это вот не решить но у меня честно скажу у меня нет такого что я я не чувствую как будто я мы в интервью с тобой общались что я типа работаю на филипп морис да вот я себя на филипп морис работал я чувствовал что это херовая работа а вот так вот я работаю я ничего плохого и хорошего как бы не делаю но из хорошего я на данный момент участие стал ютубером лидером мнения надеюсь будут топовым у меня цели такие на 2021 и уже вот это как бы продвижение я я уверен что моя аудитория благодаря мне должна заработать и то есть получается я еще людям помогаю зарабатывать деньги и и тему в целом продвигаю массой а благодаря тому что мы зарабатываем мы как ни крути донатим эту всю систему опять же биржи мы рейк месси биржи на этом зарабатывать развиваются могут это как бы такая в целом такая экосистема можно выразиться а мы как бы всю ее развиваем ты держишь ее на плаву как бы своими действиями и разве ну скорее развиваешь чем держишь на плаву а хорошо давай давай зайдем чуть дальше допустим вот прошло 10 лет и ну по сути допустим либо ничего нового не появилось на блокчейне либо появилась но вот точно так же типа там 5 процентов от того что мы планировали но при этом все еще по-прежнему можно обыгрывать рынок и ты это понимаешь и ты его обыгрываешь тебе этого достаточно для какого-то самоудовлетворения того чем ты занимаешься или ты скажешь блин ну что то это короче не знают и ты из покера ушел просто потому что тебе это казалось только с точки зрения денег без перспективным или тебе не особо нравилось само занятие ну глобально я думал не раз особенно это чувствуется от в оффлайне типа рушишь чужие жизни ты типа сидишь катаешь там люди закатаны на карандаш играют там уже там блять ему проиграл дохера бабок он сидит по человеку видно что он сваренный нахер то есть чека пустошает но это типа их кайф они за этим адреналином в колодь себе да но кайф такой сомнительный саморазрушение ушатать твоих тузов на 9-7 ну это ж просто песня человек в этот момент такое испытывает счастье я еще вижу на глазах он перебирает в интернете просто это все не так чувствуется ну в покере вообще на самом деле мне очень сильно не нравился режим если мы вот эту тему обсудим я по поводу чего я по я с покера начал уходить вот как покеру осталось два года у тебя отличный канал называется именно вот мне это прям залетело я тебе не говорил но охеренное название потому что покер осталось два года по моему 2012 где-то вот тогда я уже оценивал что покер осталось два года мне иногда люди всерьез знаешь которые видимо в покере недавно или там меня прям спрашивают а как а почему два года осталось почему ты так считаешь они понимают что это мем да и режим на ну там короче было комплекс вообще в целом это все комплекс я первых понимал что надо что-то менять что я не видел себя вот 44 года сидящим за компом сутками вот это у меня вот это как-то тяжело хотя я смотрю на ребятам бегу и дано уже под 40 это не знаю но они продолжают катать я смотрю у меня сейчас я поражаю что вы уже вот и сколько уже двенадцать лет катаешь до 12 лет ты сидишь катаешь у станка ты терпишь эти адские даунстрики я читаю твой блог думаю 80 бои но мне тошнит хочется картинок понимаешь даже при том что ты там выиграл там в этом турнире доезда доехал я думаю думаю при этом все равно 80 бои но ты сидишь нужно вообще плюсовый блин пусть и вообще левый типа не надо а это еще у тебя недодача сейчас еще хотя бы сейчас может быть я не знаю как она полегче не полегче сейчас ты чётко знаешь хорошо ли ты играешь за счет этих солверов раньше ты на глаз определял ты его плохо отыграл я но типа это не моего эти нервы можешь медитации подключиться тогда медитации не было и вот это все еще тогда что режим у меня были моменты я мттшники если кто не знает турниры я жил по факту восемь вечера садился работать в шесть утра вставал ой садился спать ложился спать и в два часа дня спал у меня с двух до восьми свободное тупое время когда ты а бывает когда овощное такое а вообще нажима называет режим бомжа понял когда ты типа в бомбе в таком режиме просыпаешься на улице ночью понял я это называю режим бомжа когда просто человек так у тебя я там звоню челу он покерист он говорит алло что такое пять часов вечера темно уже понял я алло я только встал я говорю бля чувак а ты солнце видел сегодня нет ложился вроде еще темно было но я вот это знаю это состояние у тебя мозг это ну ты просто выдавливаешь его 12 лет это терпеть и не сойти с ума это уже респект большой поклон вам а переехать саш переехать поменять часовой пояс а слушайте тут сейчас будет патриотическая речь я очень люблю украину я не такой как лёша я очень люблю украину сейчас киев вообще обожаю не могу и для меня ну и у меня очень социальный то есть я так завязываю сильно социальные связи контакты со всеми общаться я не знаю сходить на концерт на крыше сходить на атлас викенд это музыкальный фестиваль в киеве поехать даже в ту же одессу родную веселую на дерибасовскую а переехать в бразилии вот это сидеть как задрот у компа и у тебя друзья бразильцы я жил на северном кипре я расскажи кстати подробнее у тебя был опыт как бы переезда я был вообще максимально близок переезду вообще куда угодно по той причине что ребята я с донецка и в 2014 году там случилась война и типа я в двадцать девятого числа вылетаю в лас-вегас я как я мне мама какая-то херня начинается у меня типа вылет типа 30 давай ты сейчас поедешь быстро в днепр оттуда уже там такие ласки у меня перелет ну типа вот этот тройничок на вегас 20 часов и меня короче прикиньте выезжая с вокзала на днепропетровс то есть еще двумя поездами поехал в киев тогда уже не было там вот такая была спектр собирайтесь поехали я беру туда девушку сейчас жену уже мы вместе и прикиньте я уезжаю вокзал через этот через час или два там стрельба и закрывают вокзал то есть условно говоря мог бы и уехать вообще пришлось бы как-то там попутками добираться из донецка тупо текать и самое смешное это 6 полет назад было после этого ни разу в донецке не был у меня там недвижимость там бизнес какие-то ну короче там неудачно получилось с этим но бывает и фишка о том что я там был в лас-вегасе пожил потом другу короче была ситуация что я думаю война закончится я поселился северный кипр я короче в тот момент я мог переехать там вот был где из вегаса на кипр прилетел да правильно я там получается из вегаса по моему я из вегаса может быть сразу на кипр потом я съездил как-то днепропетровс потом они в метро петровска питер друзьям на две недели потом я типа опять на кипр и там между сериями остался там между сериями был какой-то бомбезный кэш этом за две недели выиграл 25000 как бы вообще вы бы видели там просто вот вот за такой кэш можно отдавать ну какую-то там гу палец будет год и такой палец отрываем и все и менять я я платила каждый день по 100 долларов менеджер шапина сажали потому что но реально заходили люди ну типа вообще это еще очень херова играл никаких солвера просто дно до агнатом знаете как играет мттшники вот это был я но я при этом разнес поляну вообще в этом у рек был один и еще один нит какой-то жесточайший ну короче это сколько по времени ты там был вообще на кипре суммарное там еще там уже история то что я против казино научился играть но я был там в районе трех месяцев мы думали я уже тогда в донецке война я гуглю рига северный кипр но в европу сложно типа в америку я мог как беженец полететь в америку но это было дорого и вот этот какое-то ощущение что типа нужны друзья у меня как бы такой очень социальный вот этот и фишка в том что ты когда переезжаешь другую страну на самом деле я считаю это не для себя переезжаешь только для своего потомства ребенка и дальше это главная причина и вот я я может еще кстати может пересмотрю в теория мне сложно это оценивать но мне кажется ему тут все достать достойно сделаю и мне уже сильно проще я просто получается знаете как типа дома дома сильно проще до дома стены помогают украина друзья связи бла-бла-бла и родители не хочется как-то бросать и не видеть поэтому ну и на северном кипре это даже жить с турками мне не очень понравилось так суммарно сколько ты там пробыл три месяца честно говоря я прям не знаю с чем это связано но у меня есть какой-то вот эмоциональная какая-то привязка вот типа гнат на кипре и я прям у меня какой-то такой штамп стоит страдание знаешь то есть я помню что ты в той ситуации прям ты заработал бабок но ты как будто был максимально несчастлив вот в той истории особенно под конец то есть мы с тобой тогда поделили турнир он был в ноябре я правда после него по моему приехал в киев уже в жил в киеве кажется там была такая ситуация но действительно этом до хера времени пробыл уже серии тех турецкая это еда беляши эти ну короче типа она немножко утомляет там типа даже не было я как бы не особо там фанат могу сказать прям пиво но там не было живого пива я приехал и пошел у нас там пивоварня причем это не супер какая-то крутая была я такой позже сосиски вот эти жирные вкусные какие-то борщ этот нереальный его течет по лицу я просто понимаю что как я соскучился как я люблю все это ну и потом как-то пробовал киви а тут так залетела тут знаете тут типа спустился метро все это там возле метро прям жил спускаюсь метро все бегут и я побежал и меня вот этот драйв я такой человек что мне надо бежать развиваться все сделать я я последнее время шучу что я живу как вечном стартапе знаете я типа постоянно мне что-то надо делать даже у меня сейчас чтобы я вчера записал видео сегодня у тебя завтра турнир трейдеров в среду новое видео надо писать потом а надо еще стрим сделать обязательно для своих ну типа как бы я еще в соц медиа развиваюсь и параллельно совсем еще трейдить активно смотреть за всем этим ты шоумен ну да я американский а в америке тебе как было вот ты был в вегасе ты же ездил еще обожаю лас-вегас америку вообще души не чаю возможно можно было туда переехать и там остаться но для меня было тяжело психологически что очень дорого все-таки в америке жить а я тогда там был такой момент что я типа катал не так я понимаю что у нас на 5000 долларов в киеве я король киева все опять там 5000 долларов ты гнат из поселка понял типа который может после работы выпить пиво и я короче как я не хотел от этого стресс-теста понимаете испытал ту войну типа у меня родители там остались и мне вот это как бы вполне вероятно что америка там правильно канада глобально жить там классно но я не оценивал то что я прям точно буду зарабатывать 10 тысяч долларов плюс в месяц в покере я вообще уже потерял себя и после как я в один момент решил что еще бревно же ничего не могу что у меня ну типа все мои достижения это просто меня шутят что я типа прихожу какую-то тему нахожу в ней все классно работает поляна усиляется я и все меня поляна побила меня победите solver эти молодые и прочее и мне казалось что не просто повыдавливаете школы в штук стона делали мттшных ну куда мне там они в солверах сидят больше чем я вообще покер отыграл мне кажется и мне кажется чучу на самом деле это же был очень много работал я там же есть есть таких сильного комьюнити там из блэком а с алисидом и когда-то очень сильно разрывали по сиську вербим и что помню толпы здесь помните ставьте лайки подписывайтесь на канал лёхе будет очень приятно патреон другие спонсоры ребята делает лёг я написал что ты красава реально такой контент вам пили чувак это просто жесть но это просто лучшее что на свече можно смотреть потому что я без понятия интервью с очень сильными ребятами то есть которые но который просто полезно послушать часто тут это время повезло что 2000 и они ничего не пихать знаете у вас нет рекламных интеграций когда типа хера как обучение типа это тоже очень важно что когда когда не вы не товара просто вот лёха по связям по своим по чтобы приятный чувак типа может позвать нормальных людей они вам расскажут это очень важно спасибо сань и мне комплимент сделал ну и себе получается тоже слушай а нет вот по отношению к покеру какой-то ностальгии там как-нибудь как уже в качестве любителя какой-нибудь туре грузануть или там может какую-нибудь серию поехать что-нибудь такое безусловно есть то я недавно анализировал он начал затухать во первых я на серию лас-вегас по мизинцу за каждый год обожаю вот эту всю романтику но сейчас я по ним же выползли духи мне нравилось приехать в дом там шесть покеристов каждого это кайф такой движуха куда-то пойти в ресторан что-то я помню очень любили лудить по мартингейлу этот джек там же практически нулевая типа если выигрыш или ресторан крутой там огромное количество всяких приколов даже в эту мафию поиграть умнейшими людьми покеристы вегасе это объективно но одни из лучших типа умов покерного сообщества которые додумались что смогли накатать и смогли там себе позволить жить это очень круто но когда ты выбиваешься я вот не понимаю я уже кому это впал и вы сейчас какие-то лимпы ссб будет обсуждать я блять не но я-то не буду то есть я как раз хороший кандидат в сожители но нам надо взять еще парочку топчиков чтобы ну как бы хоть как-то там подтягивали нас но если тебе написать типа сань поехали вегас на две недели то ты как бы смог бы отойти ненадолго от крипты качестве как развлечения вот тут вопрос да моего банкрола по сути дела я ездил же так я вот я ездил так с артемом металлиди еще жил он после этого турнир и я с ним пожил и потом уехал он турнир выиграл полляма по моему или 400 тысяч винише и второе в мэйне я ездил как покерный турист да это вообще тоже восхитительно и в теории такое возможно если у меня будет все классно я буду просто на данный момент я говорю я вечно в стартапе я не могу никого ехать потому что мне надо клепать эти видосы писать статьи искать на меня уже много чего завязано и типа и мы развиваемся постоянно ну то если у меня я в стартапе я сейчас вот сейчас я это нереально дальше по поводу онлайна деньги я вам доначу ребята если есть мттшники все нормально я заношу санды миллион я раз-два вот заношу юбилейный сейчас что-то мне их не высвечивала что-то не играл в год как-то маловато но мало 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 а ты еще подгружаешь что-то под санды миллион или ты ну четыре турнира как-то как-то три там вот такой типа пятьдесят пятый там соты на ней большие призовые что я нормально нормально пойдет да да я на самом деле там даже умудрился вынести оттуда денег 300 загрузил 800 выиграл я такой ну забираем это сейчас ты зря конечно сказал но но на старье легкая скажем так я вообще в целом глобально радуюсь что избавился от этого а насколько ты вообще типа живешь одним днем или строишь планы это я к тому что вот кем ты себя видишь через пять-десять лет то есть ты нормально тебе что-то тебе допустим скажет ну вот так же как сейчас у тебя будет или ты все-таки хочешь что-то вообще другого тут я уже не один раз эту тему задумывался опять же я тут просто опять мне в покере показалось что я потерял хватку и типа когда я пустил вот это первое место у меня все посыпалось я в 2011 был топ-1 украины первые три ровы полу и какие-то кроме как рома был только тогда были такие объемы шибрид зарабатывал до херну там 100000 как бы и короче а сейчас уже был топ-1 мтт это с на 0 по-любому и фишка в том что типа сейчас 10 лет вот это такой период что блин у тебя может сильно поплавить пони должен изменить в башке что угодно может какие-то будут варианты классные не знаю может я займусь каким-то стартапом со развивающим будущее или то что-то электрозаправки не знаю короче но они на такого вот навязчивого до темы что и допустим тебя очень вот как у меня там где-то вот у меня такое есть типа ну например вот спасение китов и ты типа такой ладно я пока в покере но через пять лет я займусь спасением китов не у меня у меня у меня позиция на самом деле что мне надо заработать денег побольше пошли до сих пор вот я говорю пока я в стартапе когда я выйду кэша вот какой-то сделаю крупную такую типа сяду все вот я в целом наконец-то стоит тесла блять а есть цифр смысле тесла у тебя машина по стоимости такая же как тесла ну нет у меня сильно машина дешевле ну сколько она стоит пятнадцать тысяч пятнадцать тысяч хорошо теслу можно взять за 30 но это же цифры одного порядка я тебе условно говорю то типа 30 то вряд ли я захочу икса типа ну а понятно все понятно не но тут тут на самом деле тут я конечно прилично но я понимаю что я в нем хочется вот я сейчас хочу на доминикану например на новый год но у меня как бы нету финансов которые я могу свободно взять и пять с половиной шесть тысяч потратить мне как-то это интуитивно потому что у меня нету своей недвижимости элементарно в киеве нормально это типа для меня является проблемой кроме того хочется вырасти может быть там я не знаю ну ну как вообще в целом вот разрастись и а есть цифра в голове вот ты сейчас говоришь о каких-то как бы и конкретных и одновременно не конкретных вещах вот типа вот такая цифра будет я типа успокоился могу сделать как ты говоришь каша у тебя постепенно буду делать это такое комплексное решение такой цифры четко и на данный момент нету наверное то есть но тут явно что-то миллиона не хватит если уже об этом разговор не миллион туда больше ну как бы от трех надо сотреть потом причине что когда работа такая дисплова и когда она может прокрутиться у тебя там типа большие элементарно траты тут и типа как бы будет странно же видят 100000 и траты например 4 ты такой без работы ну ничего я что-то придумаю ну то есть мы говорим о какой-то сумме которая потенциально хватит до конца жизни чтобы особо жизни ну хотя бы там на десять-пятнадцать лет на прилично понял нуля мана 10 лет вроде должно хватать нет ну да да наверное ляма уже вы легче ну значит чуть больше но типа и сыгалям ляма это у нас квартира в киеве но я тут без этих например вот такая охеренная но от 200 тысяч прям я и у меня например как запрос есть элементарно чтобы понимали почему такое у меня есть ребенок у меня жена у меня есть кабинет не обязательно надо в своей комнате ну либо конечно должен в офис снимать их и за то есть это уже какая-то площадь до больше 100 квадратов если это переехать нормальный район это сразу там две тысячи долларов какой-то метр если это хорошее жилье сразу подземный паркинг хочется двое понимание я должен как бы я работаю ради того чтобы меня был подземный паркинг но тебя благосостояние завязано на том что у тебя должна быть своя недвижимость то есть те подход джипси что типа нафиг не надо можно нормально себя чувствовать и в съемной всю жизнь те не близко это близко если у меня есть постоянная стабильная работа доход какой-то ну долгий у меня вот этого нету я просто я за счет того что на этих дурных качелях я вот я уже ну как бы не закатывал никогда банкрол весь но и очень сильно блять у меня лифт сильно быстро ездить по социальной лестнице то я блять вверху то я внизу то я вверху и прокатай внизу это что ты там когда вверху был ничего не забрал оттуда блять понял типа что он взял бы когда-то вверху ну там аля типа чтобы у тебя там уже какие-то были аля типа бизнес вот и у меня есть танцевальная студия как жены купили сейчас уже хотя бы это радует если что-то накроется то это останется яйца яйца по разным корзинам раскладывать потому что вот этот момент я короче у меня самый большой страх это быть бедным то есть бля я вот это когда я работал грузчиком или когда я думал что блять надо куда-то ну типа само слово экономить сильно меня убивает вводит блять в такое что-то экономия я пройти до работать а это не связано с тем что у тебя несколько раз была ситуация когда ты все терял и ты типа просто боишься что это повторится да да до этих случаев когда у тебя квартиру давай озвучим один раз это вот когда с донецком у тебя квартира там нет и перед этим еще что-то было да перед этим это может просто закатал денег плотненько когда сделали мультиходы на футиль полки я по тысячи ну там фишка тоже да я я пользовался услугами фонда в один момент у меня был кроме маленький что я не мог турнир который по 215 долларов и даже по 109 и у меня фон был 50 на 50 беков ну я вот так чтобы в один день потерять это только история с квартирой да 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 ну ты тоже не в один день ты думал что наш вернется а потом начнется нападать а ты блять ну а суть в том что была квартира который ты купил там за сколько в итоге денег типа суммарно и сейчас фактически 20 она стоит но она все еще под твоим управлением мама там живет да я все это забил это отпустил я к тому что если бы этой ситуации не было может у тебя ну до этой ситуации у тебя не было страха что ты можешь оказаться в бедности может она на тебя давит что типа раз один раз это произошло значит это может снова произойти то что у меня похожее есть тут мне сложно тут надо сейчас как мне лечь то а ты думаешь как в кресле сидеть как психолог просто в целом в этом есть просто бренд удалить счастье не деньгах но блин в деньгах типа ребята вот сорян я просто говоришь типа когда есть деньги ты понимаешь участие в другом вот у меня были деньги я понимаю что он был счастливым просто не было забота о том что не станешь бедным да 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 в один момент такой лежит ну блять все вот я иду туда где надо и там уже не будешь думать о том что где там типа все деньги на iphone или блять типа а что ты будешь делать там через не знаю вот два блять типа я кстати в крипте вот сколько я в крипте я себя в крипте вижу пять лет до 2025 я тут точно это вообще без вариант а дальше посмотрим вообще и для меня есть еще такая . я жду когда крипта все я всегда говорят как покер понял когда и же будущее все на ней будет на блокчейне спекуляция там условно говоря за покером будущее это гэмблинг все играют типа я имею на что типа скажет но тут уже зарабатывать нереально и вот когда скажешь когда нереально будет зарабатывать отсюда еще плюс наверное пять лет понял я понимаю зашел на самом старте то есть это наверно покер образца 2005 года это что у меня чирик лет с 2017 по 1027 есть почти уверен реально в этом почту так типа плотненько поэтому я готовлюсь вот сейчас буду кресло новое покупать на пятилетку на следующую потому что я понимаю что я уже здесь буду долго сидеть удаст этого не мониторы очень надеюсь и буду еще рассказывать ютубе там хочу тут я вообще готовил себя я если кто не знает еще повая основная профессия повар я готовлю готовлю себя к успеху 12 лет и короче собственно говоря вот да я вот это все готовлю себя поэтому и вот сейчас вроде уже как успех близко я не могу его отпустить мне нравится все это я типа я не знаю кому я хочу что-то доказать хочу что папа мной гордился потому что он же говорил что грузи блин машину и типа будешь в запчастях разбираться я грунт кому типа это типа вообще не мое не хочу типа меня бомбило это же подкаст принял те обороты которые я хотел слушай а вот есть же да такая тема там какие-то исследования по поводу того что с достижением какого-то определенного уровня дохода и типа последующее увеличение его не прибавляет счастья то есть у тебя было такое что ты в какой-то точке чувствуешь что типа вот я зарабатываю еще больше ну а как бы чувствую себя ровно так же это по моему цифра достигается при восьмидесяти тысяч тысячах долларов в год говорят да но опять же тут есть точка вот это вот недвижимость тесла мальдивы например съездить или доминикану чтобы ты мог позволять себе семью чтоб я мне хочется вкладывать развитие своего ребенка вот я сейчас четко понимаю что я бы может быть грёбаным ровой был бы если бы например меня додавили вот у меня там был момент кейс школе когда я начал подавать успехи короче во-первых я не доучил английский пошли если бы я лично преподаватель бил и без пиздил извините за выражение я его выучил а я ходил в групповые дополнительные я там и пинал и в итоге мой английский блин мт был я очень не прям сожалею об этом это один из моих ярких таких минусов я работаю на себя на этот google translate он все переводит такой ленився ты линва лео поизучал ну как-то потерял мотивацию короче ну король да я все понимаю ну понимаешь было бы идеально си ему был на порядок лучше и то же самое что если мной занимались там в детстве преподавание малого я вожу на развивайку там ну хедзап один один индивидуальная 550 гривен 20 долларов тоже это деньги потом захочет кружки во все кружки опыт икать а если вдруг он где-то даст успех математика точной науки тогда че же пусть он этим занимается подавателя пусть им занимаются люди лучшие люди там киеве школы эти все знаете сколько школа стоит в киеве вот ты скажи скажи сколько я знаю у меня полтора года человек у меня если что годы 10 ребята садик 400 500 долларов в месяц школа тоже будет там 600 долларов в месяц это если хорошее это не то я сам всему научу вот ты сам себе научишь по я не смогу только как спекулировать пока разве что поэтому ребят тут я короче не знаю тут это короче денег вот этих надо пока много я до этого не дошел но сто процентов потом в один момент и такое так все и тут а дальше потом надо ну дальше уже вот эти заниматься короче пока не могу закрыть вот эту пирамиду масло базовую возвращаясь на рельсы подкаста как бы последние два года тяжелые ну наверное со стороны так кажется в криптомире и как бы вот все этой движухи на чем вообще зарабатывали вот ребята такие как ты ну вот в этом вас группа я так понимаю и все такое ну вообще зарабатывали ли и на чем слушай но зарабатывали зарабатывали мало зарабатывали со слезами на глазах тут опять же по ситуации в том что тут от банкрола зависит то есть ройка упала упала вот если переводить на русский на покерный то рой упала очень сильно ты зарабатывал зарабатывал спекуляциях чтобы ты понимал его сюда блокчейн там внутри вот интересная штука расскажу кстати людям понравится короче ребят там все сделали там запустили по сути дела пирамиды ну нет они пирамиды короче ты играешь в казино в казино ты играешь там типа ну короче крутишь просто барабан например выжимай выбираешь число от 1 до 96 и вот это все твое поле это выигрышная ты выигрыш 103 ты короче когда крутишь один раз ты короче играешь в рой минус полтора процента но каждый раз когда нажимаешь это ты майнишь токены эти токены внимание имеют ценность почему потому что их можно застейкать заморозить и получать дивиденды со всего этого казино то есть казино давала проценты если ты эти токены которые на майнил стейкал и тут задача была в том что найти классное казино которая скорее всего раскрутиться начать его первым крутить накрутить там этих фишек потом можно было прикинуть что я делал там вот была 5x тема ты их стейкаешь и начинают люди крутить большие киты приходят крупные игроки они начинают крутить там причем что ты принимал прокручивали там типа чуваки проигрывали в рейк бесили там по 50 тысяч долларов вот такие цифры а и потом планировали отбить вот этой херней а ты получаешь дивиденды с казино 40 типа не 40 процентов делят на всех кто застейкал ты получаешь большую часть отсюда потом выбираешь это еще умудряешься продать цена этих токенов растет потому что казино приносит себе много денег то есть это такая по сути дела простенькая пирамида с вот этим игровым эффектом понял там вот например это было два месяца когда нажил потом там где-то какие-то были пампы какие-то айси опере заходили когда ты сидишь вообще на самом деле в крипте два-три раза в год тема понял это кстати забавно вспомнил почему-то ничего достаточно два раза в год заносить по 100 тысяч и все та же самая ситуация бывает темы от рынок мертвый жопа ни хера в 2019 тем не менее берет их вот это еще классно ты его заносишь его 5000 долларов она херах до 4x от и двадцатку забрал вот сюда 15 вот эти позже ну профит ну нормально потом появляются подобные темы с меньшим роя ты спекулятивными идеями нажимаешь то есть рынок на самом деле такого же могут не было спотов заработать у меня не было я всегда находил в каждом году я каждый год плюс закончил ну наверное там восемнадцатый раз что был тяжко 19 плюс 20 плюс 17 понятное плюс порядок цифр вот если взять восемнадцатый девятнадцатый год сколько я зарабатываю ну или можешь в процентах допустим называть можешь можешь не знаю в сумме ну типа если обычно когда цифры маленькие то люди не стесняются их называть ну я же получается стесняюсь давай восемнадцатый просто возьмем как самый плохой год у меня нету холдер менеджера основная еще проблема то что например вот там был такой кейс вы а подождите я не рассказал самое интересное к покеру хотел подойти вот эти лудилки то что я рассказывал и прикиньте появляется такая лудилка где покер рум ты играешь покер и за каждую типа рейк получаешь эти токены токены дают возможность забирать рейк со всего рума люди подумали что она просто играть а я понял что она просто выигрывать я играл один-два еоса один еоса стоил по три доллара то есть катоз был два три шесть баксов я выиграл там десять тысяч еосов то есть я помимо того что на токенах ты заработал еще там вообще было это как рейкбек я воспринимал это было копье там это смешные цифры я выиграл полчаса ракет 40 и может рейкбека не знаю сколько косарь два получил но я даже это не считал там в основном это профит короче вот такой был кейс а как эти кейсы заканчиваются ну вот вроде звучит прикольно катаете фиши закончились фиши но прикиньте это вообще люди левые какие-то китайцы которые явно играть не умеют и там можно было садиться с 250 bb и там 250 bb человек едет с валетами другой человек ну там чувак что обалдеть можно знаешь что садится чувак ты можешь поставить сколько денег на кошельке понял там же все блокчейн все свободно и он 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 садится ты берешь его убиваешь ты смотришь сколько человека просто денег прикольно можешь себе понять сколько еще это все продлится у меня была ситуация когда ходзап сел с парнем и и короче у него депозит значит у него депозит был здоровенный у него депозит был типа блядь наверное 1400 в еусе в этом мы начинаем играть и вижу он что он начинает плыть и начинает поливать вот я там выиграл типа ну ну шесть шестеру по моему что такое и он типа ушел не дожал его ну в общем всякие были ну то есть короче ты даже в 2018 заработал больше чем потратил да 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 расходы отбивал она просто на падении рынка можно зарабатывать на падении рынка можно зарабатывать я понял я честно скажу я за счет того что я bitcoin биливер мне постоянно кажется что вот скоро закончится и и на падениях рынка на падениях рынка на самом деле вот один из таких кейсов знаете что я придумал был момент мы такие с команды смотрим и вот токен говно же да будет падать до заработать можем нет почему потому что нет никаких инструментов для того чтобы зашортить какое-то говно а а потом бамс одна биржа добавляет что можно шортить я такой херовые монеты я беру и начинают шортить эти монеты они падают то есть рынок как бы сыпется я такой об сегодня забрал косарик об сегодня касались ну как бы находил те ну понятно что были кис и вот эти шо бам по лицу бам по лицу такое вот это вот страх обанкротится вот в эти два года он ну как бы заставлял тебя каждый день просыпаться ну не в ужасе но в каком-то стрессе или твоя вера была такая сильная что ты понимал что все равно отрастем все равно все рано или поздно фиганет были наверняка моменты жесткие по упадческое настроение к этому 4000 мы долго трогались тогда как раз был момент когда я уже вот вы открывали тогда танцевальной студии пошел пиздует и крипту сейчас ляжет я не знаю когда она живет давай что-то сделаем оффлайн типа попробуем там я там еще есть еще занимался раскрутка инстаграма жены канала ну короче такое типа запасные вот эти корзины продажи не это все доверил но суть короче такая вот такие вот штуки эти поделал тоже то есть постоянно до находил какие-то кейсики кейсики не могу сказать что не супер обширный или супер там прибыли но они всегда были в восемнадцатом году был кейс когда ты мог один из 7 эфира по моему забрать я забрал 12 то есть я типа просто эфир по 600 долларов заходишь в одной из его ох она дает 12x ты забираешь 15 собираешь или там 10 я забрал что такое тебе забираешь там 6 тысяч долларов такой ну типа вот зашибись там потом скрипты и скрипты ну короче это вот типа фишка том что насколько ты погружен не туда то у тебя больше возможности кейсов а у меня именно я я короче в крипте я микс геймер это понял да я типа прям во все дыры лезу где везде можно заработать я не обломался ребят я видел airdrop airdrop короче это когда бесплатно тебе что-то дают за твои действия там надо было создать аккаунт с каждого аккаунта купить внимание по 20 долларов потом там типа вбить какой-то реферальный код твитнуть и что-то еще простое сделать ты делаешь эти действия тебе дают токена на 50 долларов но я знал что он вырастет и я сделал 10 аккаунтов то есть типа на 500 правильно говорю или по 200 бакс отдавали мне не могло быть короче они дают им типа шуток хернак 1300 баксов то есть я не обламываюсь я вижу что там есть деньги я сделал заработал типа вот такой ситуации там вот реально помню полторуху заработал до помощи вот такой типа их санул токен и получилось больше заработать да должен был 500 типа просто полторы тысячи я ожидал что он вырастет такая ситуация там 2017 вообще аккаунты делал на форуме вот как gps team только bitcoin talk там рейтинг еще есть и набиваешь рейтинг и потом аккаунт можешь продать потому что если у тебя аккаунты с рейтингом ты можешь участвовать в промо акциях где за подпись у себя вот тут внизу просто на форуме тебе платили какие-то токены которые тоже потом иксовали короче везде везде а были ребята вот у тебя знакомые которые разочаровались и в итоге свалили из этой темы да да у меня такие в команде до сих пор у меня дискорд команда активно очень долго мы были 20 человек я туда еще добирал новых убирал но вот некоторые ребята побросали стали работать просто работать на зарплате это как раз та проблема что ты набиваешь какой-то депозит даже если он был большой например ну относительно 50 тысяч долларов ты ловишь даун стрик ты блин и так начинаешь сильно делиться например и чувак хренак у него банкролл 12 а двенашки заработать денег чтобы что-то выводить на жизнь ты не можешь понял но если падающий рынок то есть если рынок растущий то вообще похер можно мне кажется с любой суммы крутится я говорю за все платят везде аккаунты люди клепали потом продавали аккаунты куда-то за бешеные бабки вот такая история слушай там ты выкладывал видео на джип сети мне давно и в этом видео сказал что ты вот за четыре месяца сделал 66 процентов а какой-то чувак в комментах написал что ну вообще-то типа за это время биток вырос на 200 процентов что это тогда за инвестор если он на рынке который 200 процентов сделал сделал 66 это как вообще характеризуется не рынок же не сделал весь 200 процентов сделал биткоин 200 процентов а остальное более того в моих портфелях я специально если посмотрите видео я их подаю как типа такой аккуратный максимально сбалансированный портфель то есть у меня там ю есть usdt 20 процентов я всегда советую usdt держать именно для того чтобы вот если вас усандали чтобы сильно по лицу не получили по факту мы уже можем считать до 6 если сделать плюс шестьдесят шесть процентов десяти тысяч это нажила шестер у 6 600 то и так как я торговал вообще восьмерой уже это вопрос и другой момент что а если бы а если вы ну когда будет биткоин моя стратегия заключается в том что это мой биткоин должен обогнать это не раз говорю и вообще этот портфель это ну короче там портфель сбалансирован таким образом что если будет когда когда пойдет какой-то альтезон от стрелы альты там как раз в одном портфеле вот что там у стрельного звездец я взял монету на 10 процентов и она выросла внимание на хаях было 7 икс ол на момент записи видео она была там 5 икс ол то есть на одной монете нажил там пятьдесят пятьсот процентов но надо еще понимать что портфель сделан таким образом что я месяц начинаю показываю портфель проходит месяц и я его снимаю очевидно что если я инвестор с мозгами то тут где-то должен по пути снимать ну или наоборот продлевать если что не продлевать как раз там такая ситуация вышла дебильная я монету купил вот ноябрь монету купил по 200 долларов она стала стоить в конце месяца когда закрыл ее сделку сто семьдесят а буквально через шесть дней она стала стоить четыреста то есть вот даже этот момент нормально вот кстати там чувак пишет про мемизатор это там вообще была ситуация то что вы просто делаете аккаунты голосуйте за мемы и вам ну типа по сути дела как монеты которые токены выдают не токены проект который занимается крипто twitter он выдавал токены которые потом еще и в цене выросли и люди просто заработали на это там огромный комьюнити который заработал мне благодарят постоянно что спасибо гнат помог нам вот типа я там заработал нормальные деньги то есть стартовый банк роллы там 200 долларов 300 какие-то людей вообще не было крипты а тут с нуля полностью 200 300 баксов нормальная история как бы с нуля ну ты сам понимаешь споки переподи фрирол раскрути сейчас вообще не просто будет и тут тоже самое надо всегда искать поэтому та ситуация с портфелями вот такая расскажи из чего на сегодняшний день состоит вот полностью твой бизнес ты уже упоминал что там ты видео делаешь у тебя есть канал в телеграме у вас я знаю с партнером есть или это есть канал телеграме там где у вас платная подписка и вы прям ну в общем расскажи про все направления которыми ты занимаешься как вы это все монетизируете все эти части или не монетизируете пока но в перспективе будете ну если начнем с того что youtube канал рекламы практически не монетизируем то есть были рекламы которые там фишка том что я не хочу ничего скамерского рекламировать по этому причине знаете когда ты совсем маленьких те в первую очередь идет кто один из бет и ставки на спорт и слоты да это это если повезет да все знают особенно когда у нас такие направления как у тебя очевидно что ты казино должен рекламировать 10 там три подписчика они уже готовы а-ля платить а я тоже могу пирамиду зарекламирование буквально писали поэтому мы ждем ну партнерство добре с бинансом как бы я не скрываю мы его промоутим иногда пиарим но это знаешь бинанс это покер старт вот это зашибись такой наклейка не стыдно ходить и вот такие фишки я жду когда вырасту если точки зрения канала ютуба и телеграма и инстаграма в то что приходили крутые рекламодатели покер старт а покер трекер да какой то вот если на покер переводить у нас же есть тоже трейдинговый терминал мы можем его программировать либо же внимание крутое айсё это все было бы бомба когда ты говоришь охеренно и сего тебе там в нем например дают либо локацию ты может больше зайти а твоя аудитория тоже туда может попасть и и аудитории попадает делает x ты больше за как бы сам рекламишь продукт о продукте узнаю я я короче за 3 вин это по чернику ну и всех есть два вида у меня 3 вин это довольно рекламодатель доволен я потому что программировал хороший продукт заработал и довольна моя аудитория которая заработала увидев то что я программирую и взял воспользуюсь воспользовавшись этим все были бы не против просто не часто некоторые продают себя некоторые там страх на позиционируют и прочее а дальше второй канал вообще на самом деле основной по сути дела является это вот наша приватная группа мы сделали так как я три с половиной года состоял огромное количество всяких сигнальных групп увидел закрытых приваток это все на грани скам и там всегда нет чека лица нет размышлений просто тейк там стоп какие-то черточки просто зашел и все у нас например просто у нас это выглядит так у нас пять групп два чата и три три группы одна группа где оля типа используется классный софт показывается типа но это сайты какие-то ссылки которые анализируют кошельки помогают плюс типа мануалы о том как пользоваться чем-то достаточно сложным второе это сделки интро дей которые вот эти по тех анализу ты зашел надо сразу поставить стопы и уже сегодня можно выйти из этого вот сейчас есть сделки а прямо сейчас прямо в эфире за ними слежу не интересно куда это все пойдет потому что я посоветовал людям набрать интересная ситуация есть фундаментальные сделки где я пишу глубокие мысли по по трейдингу рассказываю какие-то прикольные штуки как я вижу как обыграть рынок то есть по сути дела как я применяю паттерны которые вот это мной мой многолетний опыт помогает я там рассказываю как бы закинуть в ликвидность например есть формилки которые сейчас там ну там просто за этим всем надо следить и вот если вы следите то такой инструмент как мой закрытый чат это ну типа прям супер то если вы конечно достаточно вы должны быть в рынке то есть нельзя такое что типа нас там просто пишут а нельзя сейчас сигнал я говорю не так типа почему сигнал и ночью или почему утром типа можно и мы такие да и потом появился даже мем типа а можно можно сигнал когда я пришел с работы поел и сижу за компом понял типа а у нас же там бывает все быстро я нашел что-то такое все давай туда заносим типа какая-то идея мы также собирали вот из последних удачных кейсов мы собирали пул войсё мы собрали 50 тысяч долларов сгинули войсё раздали людям сейчас у них без своих 50 тысяч долларов же 100 то есть наши подписки то есть мы помогаем заходить в этой села пошел по ряду причин него не просто зайти я думаю механику не так интересно объяснять то есть там всегда способы как бы когда все популярны желающих всегда больше чем количество токенов и ты благодаря своим скилзом и либо скриптом либо как он таким не самым честным штукам ну их них нет не то что нечестных я не забанят тут просто вы должны понимать что когда надо нажать кнопку 1 любой еще прошла транза то надо наверняка использовать то что будет использовать софт будет иметь большее преимущество также можно так конечно чуть нет или не за счастлив просто запись будет конечно да здесь и на ю тубе поэтому а и и и и давай по порядку еще раз есть youtube канал через который ты как бы двигаешься согласен тема неинтересно ребенок ребенок захотел в этот кабинет youtube канал да ты как бы то есть это как один из каналов продвижения который при хорошем стечении обстоятельств когда-то вырастет настолько что придут хороший рекламодатели это станет одним из источником дохода есть закрыта телеграм-группа вход в которую сколько стоит 300 долларов 200 долларов 200 долларов и вы там соответственно даете какие-то инсайды что покупать что продавать там и так далее есть ну соответственно твоя трейдинговая деятельность сама по себе где ты основная работа основная работа это мой трейдинг вот это публично youtube это вообще для души я говорю я творчество всю жизнь даже не творчество назвать вот я хочу люди людям что-то рассказывать на камеру посмотрите в ешь беныши я получаю удовольствие то что от меня лёха на подкаст позвала я прям такой твой класс хотел трех либо еще юбилейный двадцатый и типа я понимаю ну я там уже в кого я не участвовал на публику потом покер я тоже был публичным обучал там что-то рассказывал и хотел стать с румом история должен был быть от покер старт либо пойти покер типа этим как его называется уже забыл амбассадором ну либо я не знаю где бы сейчас там было бы от парима от париматча какого-нибудь хотел в этой отрасли потом когда я бросал покер я пробовал внимание youtube travel blogging у меня есть youtube travel канал где мы очень неумело все делаем записываем с моей женой не смотрите ни в коем случае хорошая реклама кстати еще я на твиче стримил хардстоун кто не знает это карточная типа интеллектуальная играть очень-то за что интересно тоже стримил но мне не зашло потом в крипте и тоже сразу пошел в паблик то есть я сразу был на канал а в крипто бреде это 2017 года канал то есть я всегда был публичным я типа такой открытый чувак мне нечего практически скрывать и вот такого как бы не сильно хочу там про депозиты говорит и вот эта вся история она как будет пришла и сейчас наконец-то я начал делать и людям нравится и мне нравится в свете все обставленные все дела и качество будет только улучшаться я вот в вере в это у нас просто фишка то что да это не надо монетизировать чтобы это все окупалось после действительно это вот то что ты делаешь это все бесплатно ну хотя как бы это тоже у тебя способы монетизации есть она помогает держать это все и не не забивать пошел у нас у нас например даже в double top squad у нас есть там два человека на саппорте которые все помогают есть же чек который рисует мне тумбочки картинки есть который настраивать сео есть который монтажирует и есть значит человек который пишет фундаментал проводит ресерчи в команде то есть вот это все как бы требует денег и ну оттуда как бы и нужна для этого монетизация ну и собственно говоря я получаю от этого большое удовольствие я еще хочу чтобы меня звали ну меня цель можно сказать конечная чтобы я черняк сказал на тенка саша можно поговорить пожалуйста а как выглядит твой рабочий день на сегодняшний день ну я так понимаю что каждый день по-разному но приблизительно в среднем опиши вот во сколько ты просыпаешься сколько засыпаешь и между этим что происходит я идеально это свой день опишу давай давай я на самом деле сейчас понял динамы тоже с ромой общался что я после как у меня со сквошем у меня проблемы со спиной за счет этого я бросил сквош у меня поменялась рутина я не могу настроить да ты не стал у меня большая травма это вообще отдельная история про сквош я не знаю интересно кому-то про спорт у меня есть блок про сквош можешь прям сейчас начать ну короче давай рутину договорю ну короче я просыпаюсь завтраку овсянковой потом чищу зубы потом медитирую сколько просыпаешься ну вообще девять часов плюс минус полчаса получается вообще просто пункт нас ребенок мало я думаю лёхи знакомо 9 это по-божески похвалить его подстроился под наш режим получается мама маша где не манала не буду это будем спать поэтому он строился это конечно радует что еще 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 значит медитируешь под как по приложению медитопия кстати роба дал добро сказал что вообще нормально и алена молодец девушка очень приятный голос предложение за медитопию по нему медитирую я сделал в районе 85 по моему медитация то есть новичок в этом плане но я уже чувствую очень жесткий эффект я поставлю обязательно в цели на 2020 год 2021 год сделать 240 медитации вообще кажется идеально 365 но я чувствую что это мало реально пошел часто бывают какие-то фишки но хочу сделать очень много медитации это начало помогать сильно в жизни я в силу того что еще такой весь разогнанный вот этот стартам я немножко успокоиться привести мысли в порядок и более рационально спокойно ко всему подходить и не взрываться пошли опять же так такая обзорванность она дает импульсивность и вот эта импульсивность может мешать поэтому медитация успокаивает в первую очередь да 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 можно сказать это ну и там вообще в таких вещах хороших говорят а там типа так проводите аналогии что если тебя что-то тревожит например засаженная плохая сделка где ты создавался по самые уши на инсайде это ты держишь там типа как надо отпустить короче это улетит чем дальше тем будет лучше надо об этом думать что это все приходящие уходящие то есть вот эта вся философия она мне сильно помогает жить опять же вот что ты говоришь а поможет ли тебе вот типа деньги прочее я в целом счастье счастливый без вопроса но я понимаю что чем больше будет денег тем дольше я буду счастливый еще прожить же дохера надо а это ну ребят тут сто процентов вот качество жизни мне сейчас 30 лет я начал сыпаться начал болеть спина у жены шея сейчас началась протрузия в шее и как вы понимаете четко что для того чтобы с этой проблемой решать надо заниматься ей и для этого нужны время и деньги а время кстати тоже есть деньги вот я на данный момент пять раз неделю занимаюсь ребят реабилитации по спине то две йоги и три тренировки в физиолабе где там всякие упражнения там типа такая полу качалка тоже где все сделано на правильное типа развитие позвоночника ну и мышечный корсет насколько по десятибалльной системе себя счастливым чувствуешь прямо сейчас я думаю но тут типа я просто всегда считаю что на 10 нельзя быть счастливым на 9 очевидно что это где-то там делать нашла станет движимость поэтому я сейчас чувствую себя отлично я вообще так смотрю то ну на восемь наверно но на семь с половиной я очень то есть 10 очень страшно сказать на самом деле просто если ты получил все говорят что типа героин и наркоманы один раз попробовали потом уже никогда не забывает ты будешь помнить это состояние и получается 10 ты испытаешь ты будешь получается помнить этот день всю жизнь они как-то это не сможешь постоянно быть на десятибалльный как-то странно типа ну короче вот сейчас конкретно доволен видишь ты лёха меня пригласил люди слушают вам нравится напишите в комментариях вам нравится лучше бы ты думал что нравится а сейчас еще у тебя фрирол отрицательный так хорошо ты помедитировал дальше что происходит а дальше работа очевидно какая-то быстренько прочитание всех чатиков и 100 штук с инсайдами с инсайдами поглядим рынок все наши позиции вот это все быстро 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 это час-два полтора потом реабилитация или йога или что-то такое я уезжаю значит это типа вот час в это на два часа потом при приезжаю наверное уже сразу обедаю вначале второй завтрак есть завтрак первый завтрак второй потом обедаю потом опять работаю какие-то может быть встречи дела потом на ужин потом опять работаю записываю видео стрим подкаст какой-то вот сейчас последнее время реально вот я говорю у меня завтра послезавтра с утра до вечера только свободное от работы время это вот типа ну еще пытаемся мы с женой смотреть сериал хотя бы пол серии в день но не всегда получается и получается уже 12 я такой не 12 же все спать сколько спишь получается 8 я всегда стараюсь 58 мне всем не хватает не организм считает что это мало просыпаешься без будильника до сколько вот надо столько спишь нет с будильником просыпаюсь чтобы вообще я хочу вставать раньше ребенка раньше семьи для того чтобы вот эту рутину медитации было проще начинать пока йога выпадает во вторую половину дня бывает бывающим условно горяча с такого не было но я могу здесь помедитировать и потом интервью давать или записывать видео успокоился и записал видео такое выходные дни у тебя нет слушай есть выходные дни безусловно есть я езжу еще лёха знает семьей пытаясь проводить время просто еще знаете вот это когда ты вот этот старый стал тебе надо съездить сельпона купить вот это все еды которые все можно блин мешок потом тебе у меня сейчас машина потекла надо какое-то масло съездить потом какая-то там еще проблема кому-то я не знаю что-то передать куда-то съездить и ведешь так тому что в выходной день ты занимаешься всем тем чем не успеваешь в рабочие на самом деле вот эти выходные вчера и позавчера прошли так что я закрывал хвосты которые с буднего дня не остались я вчера такой типа вечером ну в обед записал интервью уже вечером с другом пошел причем не с женой потому что жена уже была с ребенком пошел в кинотеатр по посадили мы фильм матч потому что давно в кино не были классно все в кино ходить всем советую мне нравится а в целом мужчины нет претензий к тому что ты мало времени очень много уделяя я типа у нас вот это есть семейные уикенды мы поехали это там вместе там конечно работаю но все равно в целом ты с утра до вечера мы обязательно во всем этом я кстати не знаю почему я забыл просто опять же нету четкого плана у меня всегда в это время есть где я играю с ребенком мы что-то там прикалываемся что-то там делаем ржу ну такое типа может развивайку какую-то игра он мне показывает папа что он умеет сейчас вот я этому уделяю обязательно время а ты делаешь это ты делаешь это по желанию потому что тебе жена говорит что надо или потому что ты сам знаешь что надо короче лайфхак и просто фишка в том что дофиг разогнать можно оказалось что если улыбается твой ребенок то у тебя типа как знаете он она все задвоено и на тебя тоже триггер здесь ребенок ржет у тебя идет сразу дофамин в кровь и ты не можешь по-другому быть не будет такого что твой ребенок ржет а ты такой и получается ты искусственно делаешь дофамин ты знаешь как его смешить говнюка маленького не очень сложно там условно какие-то и когда хлопаешь когда он что-то сделал он хлопает рады и ты уже рады и типа это просто в тупо в чистом виде дофамин это такой лайфхак лайфхак я вообще всем советую детей я херил что так классно я вначале мой опыт я вначале думал что это звездец она будет плакать эти памперсы вот это все дело короче ребят есть опять же есть бабки вы отдаёте все самое неприятное на аутсорс на няню например няню у нас дома как бы пять дней в неделю потому что маша тоже работает и она там вот это памперсы прочее когда он недоволен с ним а когда он доволен я забираю дофиг я не знаю насколько это может быть неправильно поступаешь а почему когда он плачет для не с ним но типа кому лишь не для это я же не нянька пошел как раз он плачет он может это эмоционально забирать типа он плачет и ничего с ним сделать не может вот такое может происходить но если отдать на аутсорс то получается ребенок это чистый дофамин ну и расход денег я полностью согласен но есть такая тема что ну вот слушаешь кого-то и они говорят вот у меня появился ребенок типа я так забустился в своей профессиональной сфере но обычно это воспринимается неправильно обычно вот я это раньше воспринимал чтобы типу раньше я только сам у себя был и типа мне на все хватало а тут у меня появился ребенок и я типа такой надо же ему что-то дать и я начал бегать суетиться так вот я понял что это не совсем так работает точнее сказать совсем не так я когда мне появился ребенок я стал реально вынослив физически я стал более работоспособный ну типа в покере как короче я как будто не знаю пять десять лет себе отмотал и я начал анализировать почему так происходит я не знаю насколько это так но я сделал вывод что количество положительных эмоций которые у меня появилась в жизни она настолько способствует более быстрому восстановлению более скажем ну повышенной работоспособности да как следствие плюс тебе намного легче переключаться от каких-то ну там сессия у тебя блака но сейчас у меня последнее время их много да ты вышел из комнаты раньше бы ты типа такой и там до утра просто да там сны и пошел и пошел бить жену да как обычно конечно конечно а сейчас выходишь и такой хопа она стоит улыбается и все нет никакой плохой сессии как бы вообще куда-то улетела поэтому я вот с точки зрения там рекомендации я не не так что прям потому что я помню когда мне рекомендовали и обычно на меня это действует как отторжение типа ребята ну знаешь как эти которые истину познали я обычно всегда вот в обратную сторону от таких людей стараются эти но из собственного опыта могу сказать что мне это было супер плюсово и как бы если вы сомневаетесь то возможно вы заблуждаетесь в том что вам будет сложнее от этого так окей по поводу спины чё там получилось со спиной то просто был блок про сквош я хотел спросить какие у тебя цели ты там шел чем от украины там какой-то топ ты хотел зайти я сейчас ты такой хоп нет все спина сейчас истории короче фишка по спине я до занимался спортом ребята перезанимался занимался 5 раз неделю причем занимался если честно на максимуме то есть у меня например тренировок было три с тренером из которых две прям очень жесткие и они не так две все ты тренером одна очень жесткая обязательно 2 с какими-то чуваками которые выше меня в рейтинге там тоже на на насмерть просто и короче и значит одна как его зовут блин может быть еще тоже каким-то чуваком сильно хочу очень жесткие тренировки в итоге это видимо плохо плюс я сижу плюс ребенка появился оттягаю и я неправильно развивала развелся как мышечный корсет и у меня получается условно говоря представьте кор я нагрузку вместо кор беру и на перекладываю на поясницу на спину и там это все по спине защемляется и короче собственно говоря типа защемляется это все в спине оттуда возникает протрузии там что-то защемило и меня там вот такие импульсы воспаления такие болевые я уже занимаюсь от разными восстановляющими практиками прочим чтобы это все просто решить но похоже не 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 стать мне первым местом к сожалению потому что закончил карьеру получается но вообще да сломался жесткая это жестко меня подбило депрессовал немного какое-то время подошли действительно очень обидно типа и а теннис большой допустим примерно то же самое со спиной будет происходить да я не знаю тут уже как-то занимается может у кого-то кто-то занимается с кошем и сидит за компом у него все ок тут я к тому что может ты восстановишь спину и найдешь для себя какое-то новое тоже занятие которое тебе будет нравится но она не так будет травмоопасно для спины да да йога например то не ну в йоге ты не станешь чемпионом украины слушай но тебя на украине уже вообще нигде возможно не стану не но я между все равно есть какой-то вот как ты лишь рейтинг там можно у кого-то выигрывать что-то йога тоже клёво конечно но это чуть другое все-таки я пойду по пися ты пока поклацай что ты там куда отвлекаешься и 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 Продолжение следует... Ты тут? Над, какую медитацию ты используешь? Я использую медиатопию, приложение на айфон. Посмотрите, тут я не знаю, насколько оно классное. Этот советуют, поэтому... Рома сказал, что окей, Ромео Про для нас, для меня медитация... Вообще человек, который, знаешь, можно во всем поверить. Чтобы не сказал, только ну ладно, я сделаю, похер, что нам прыгать с моста. Так, хочу еще поговорить, собственно, о перспективах и что нас ждет в крипте в 21 году. Давай так, топ, как бы твой инсайдов по крипте в 21 году, что ты ожидаешь? Самое важное. Слушай, ну новый цикл ожидаю, новый цикл. Я жду, что дойдет вот это глобально, просто, типа, дойдет вот это, где количество насмягчения денег дойдет до обычных граждан, и потребительская корзина наконец-то подорожает. На этом фоне люди начнут больше верить крипту, и она разгонится где-то и стрельнет. Другой вопрос, что подводный камень может произойти, я ни в коем случае никого не призываю, деньги все нести, ну и мы должны увидеть этот цикл 50 тысяч. Просто по той причине, что, типа, я говорю, что 20 тысяч, все идеально наложилось. Мы под корону заныкались, типа, и у нас до сих пор не произошел, типа, бум в паблике про все это. В глобальном паблике ты имеешь в виду? Да, да, в глобальном паблике сейчас таксисты, короче, вообще, на самом деле, конечно, я немного пугаюсь, когда мне говорят, блядь, я ехал в такси, а таксист слушает по радио передачи про биткоин. Нет, ну слушай, им по работе обязаны, они должны во всем разбираться, это ж люди, которые, ну, все знают. Ну вот, и, короче, такая ситуация, что вот это все выглядит как то, что должен быть новый виток, новый бычий рынок, новый рост. Это прошло 4, получается, года, 2017-2021, мы сейчас на том, получается, в 16-м, конец 16-го, начало 17-го года тоже мы были на хаях, тысячу долларов проторговали и вверх полетели. Такое может произойти, я как бы, я биткоин, мой символист, я в это верю. Но вот опять же ты спрашиваешь, как ты себя чувствуешь, чтобы спокойнее было, нельзя все в крипте держать. У меня был момент, когда у меня было 95% в день я в крипте. Вот тогда я просыпался и думал, хоть бы я сегодня не обанкротился. Это было жестко. Сейчас я уже яблок, ну, яйца пораскидал, ну, типа 30 лет, поуменел, money management, финансовая грамотность. А сколько, сколько в крипте процентов? У меня на данный момент, ну, в районе, там, наверное, 40-50. То есть, ну, я, типа, понимаю, что я, во-первых, могу... Ну, наверное, 40, но там в крипте, что у меня есть USDT, например. Ну, это как бы, да, не совсем крипто. Это не совсем крипто, но я могу на них прыгнуть, если надо куда-то, понял? Ну, я имею в виду, что ты этими деньгами, по сути, в данный момент времени не рискуешь. То есть, это то же самое, что баксы у тебя лежат, правильно? Примерно. Ну, USDT. Да, да, да. Надо такая же опция была, что всегда ты можешь докупиться, потому что вот этот разворот, ты не угадаешь, где он будет, понимаешь? Ты не угадаешь, где будет этот разворот, где тебе будут давать по лицу, и чтобы увернуться, у тебя были бабки, ты можешь уже оттуда добрать. Биткоин там по 6 тысяч, например, я там подоскупал. В такой момент, что я там по 9 продал обратно, ну, условно, например, там, короче, такая ситуация. Ты еще говорил о такой штуке, как портфель покериста. То есть, я так понимаю, это что-то, что можно не особо углубляясь и не сильно много времени тратя, но так, чтобы все равно вот яйца хотя бы как-то в ту корзину положить. Да, да, да. Порфель покериста, ну, мне кажется, надо делать, если вы бьете более-менее вменяемые, более-менее вменяемые лимиты бьете, у вас есть какие-то, типа, деньги. И, соответственно, ну, можно что-то откладывать, и если ты можешь откладывать в долгую, то есть в долгую. А если у вас еще есть какой-то бизнес, типа, вы зарабатываете нормальные бабки, ну, вы можете еще залудить, да, условно говоря, если у тебя, например, в минус катают. Вы можете, например, в крипту откладывать по чуть-чуть, по чуть-чуть, и у вас вот эта сумма, там у меня просто даже, ребята, я сейчас не имею этих файлов, показывать не буду, но все о том, что показывали, что будет, если, например, с прошлых хайоу, с самой большой точки, по 19 тысяч, покупать там раз в неделю или два раза в неделю по 250 баксов, по-моему, это весь период. Ты бы сейчас там был плюс 100%, ты бы 30 тысяч наинвестировал, было бы 60, условно, это там плюс-минус, но вот такое было бы. И это очень важно. Короче. Какую часть вот человеку, который, допустим, профессионально занимается другой деятельностью, и не сильно там разбирается в трейдинге, и хочет просто положить там, не знаю, на год, на два там, какую часть от общего БРа ты бы рекомендовал, так, чтобы надежненько? Я думаю, что можно закидывать 10% прям точно, но вообще как бы и 20, наверное. Тут, во-первых, зависит, как часто вы вот эту часть пользуетесь, если она у вас вообще всегда мертвым грузом, и вы до нее не доходите. Ну, свободные деньги. Тут сильно все-таки зависит от того, какой ты мне бьешь. Если у тебя, знаешь, НЛ-100, и тебе вот эти деньги, когда ты переходишь на НЛ-200, важны, то типа, можно их и не надо делать, лучше ты будешь расти по лимитам, это больше, скорее всего, денег принесет. Но если ты катаешь долго НЛ-500, просто долго катаешь, вот есть же такие чуваки, да, биггоги, я не знаю, ну, словно, инер, ты, ты так делаешь, не? Я, да. Вот, и вам типа, эти бабки лежат, и ты понимаешь, что уже, ты уже солвер, блядь, решил, ты уже 14 лет, ты понимаешь, что у тебя там не будет, ты туда можешь закидывать, либо по чуть-чуть закидывать с целью там какой-то, не знаю, опять же, накопить. Тут вопрос тоже такой жесткий, а когда снимать? Ну, например, можно вообще не снимать, можно, я вот так прикинул, думаю, блин, может мне закинуть Матвею, там, типа, 0,2 биткоина? Как в Эмиратах, да, есть эта тема, потом 18 стукнуло, а там накопилось что-то, да? Да, 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 там накопилось, а там херак, и квартира, машина, и все дела. Ну, естественно, я, кстати, против такого же ребенку давать, я лучше себе это оставлю на дачу, квартиру, машину в старости. Когда Матвея будет 18, мне будет 48, и тогда мне, возможно, понадобится больше, чем ему, что он уже, он будет с этим образованием, и с мозгами, я надеюсь, пусть сам разбирается. Так. А просили еще в самом начале спросить по поводу перспектив майнинга на каких-то новых видеокартах? Что-то об этом. Полное колоно, меня начали спрашивать, Алло, Сань, у меня есть человечек, вот недавно задумал, он короче. Да, он хороший. У меня есть человечек, он напрямую из Китая, у нас там майнеры будут самые новые и по самой лучшей цене. Я говорю, ну типа, а что надо сделать? Купить. Я говорю, ну типа, а чем я заслужил, или ты вообще конкретно, что по самой лучшей цене, по самой... Ребята, если вы вкладываете деньги в майнеры, вы, по сути дела, верите в крипту. Так проще вложить в крипту и в любой момент выскочить, потому что вы с этими майнерами. Курс потом вырастет, вы там что-то заработаете, потом перехолдите, оно упадет. Вы с этими видеокартами сидите, как, блядь, тихо, помешок, продавать эти видеокарты. Время не тратить там тоже кучу. Вы не должны на этом рынке обыграть людей, которые сидят возле заводов, которые делают майнеры. Они должны там разобраться. Китай должен явно дешевле получить, чем я. Потому что вас тут тоже где-то, где-то, блядь, подмох есть, где-то человек зарабатывает на вас. Вы же тут в этой ситуации тоже товар, переходная какая-то цель. Поэтому никаких майнеров. Это типа, если вы прям хотите промышленным масштабом заниматься, я всегда всем говорю. Вы понимаете, что если вы залазите в майнеры, вы должны по-любому купить крипту, с другой стороны держать. Потому что если вы купили майнеры, формите крипту и продаете ее, то глобально вы все равно верите, что курс хотя бы удержится или будет расти, чтобы это было плюсовой темой. Потому что рынок еще, майнинг, он саморегулирующий. Надо понимать, что тот, у кого будет дешевле оборудование, свет, рабочая сила, амортизация самая лучшая, тот будет вас на этом рынке обыгрывать. И, соответственно, у вас уже будет профит меньше. И тут уже такая ситуация, что вот этот меньший профит, чтобы он не перешел случайно в минус. Так, можешь назвать какие-то условно 3-5 монет, которые тебе прям очень верятся на, допустим, 2021 год, которым стоит присмотреться? Биткоин, эфириум и полка дот. Давайте вот так возьмем вот эти 3-3 монеты прямо на весь год. Это такие, которые надежные. Есть уже менее надежные, есть еще ими, но они как бы более рисковые, и больше там возможен заработать. Но вот по той же полка дот, чтобы вы понимали, я вижу смыслами брать ее в конце января, потому что сейчас там, ну или в январе, сейчас там не похоже, что есть обновление. Там тоже очень крутой технологический проект. То, что мы ждали. Только тот мы ждали, чтобы ты понимал, там, 3 года. Что это такое? Это типа убийца эфира, понял? Новый смарт-контракт, новым этим, все очень быстро, все очень прозрачно, классно и прочее. Но при этом, ты говоришь, эфир тоже надо брать. Эфир тоже надо брать, потому что эфир перешел на 2.0, и он тоже имеет большой потенциал. Но это типа, знаешь, как, типа, надо брать Мерседес, потому что они охеренные. Ну, давай возьмем БМВ. Нет, Тесла, это все-таки отдельно, это электрокарно. Мы берем Мерседес, БМВ тоже возьмем, чтобы на всякий случай вдруг там БМВ стрельнет. Типа такого. Полька дот тоже в топе. Вот такое возьму. А Тесла, Тесла, это типа сейчас уже идею брать. Уже, блядь, оно в небесах, сейчас бы Тесла не брал. Кстати, еще на криптобиржах, кстати, вот из-за интересного, того, что тоже может толкнуть всю эту индустрию. Сейчас на криптобиржах начали торговать этими. Как его зовут? Боже мой. Типа акциями на всякий Тесла, Амазон, вот это все. Это, возможно, упростит мост между акциями и криптой. Если люди с акцией будут подгружаться в эту тему, ну, сами понимаете, это тоже может пропихать, так сказать. Так, окей, такой вопрос. Вот я какой-нибудь Вася, который, ну, нет у меня, то есть я там в покер играю, есть какие-то деньги, нет у меня знакомых, которые вот, как ты у меня есть, могут тебе написать, там, узнать, что, как купить, как вообще. Как, в общем, начать себя в крипте? Вот такой вопрос. Ну, слушайте, тут надо... Я вот когда себя в чем угодно начинаю, я просто в YouTube, в интернет, в Telegram, по группам, пошел, пошел. У вас уже есть точка, есть уже я. Там был топ-трейдер с канала Telegram и YouTube. Я не самый сложный язык, не самый супер, про техническую сторону я вообще не говорю. То есть как работает сам двигатель, я не говорю. Только про спекуляции я рассуждаю. То есть если вот хотите в крипте трейдить, да, ты видишь, или в крипте вот инвестировать, собирать деньги просто. Ну, вот, допустим, я захотел купить биткоин, эфир и вот от Polkadot. Чего мне, куда мне идти? Ну, тут выглядит так, что тебе на бинансе как бы на бинансе зарегистрироваться, и там вот, тут зависит, опять же, от сумм, как купить. Есть же всякие вот Best Exchange, ты можешь посмотреть, за что ты хочешь купить. Можешь, на Gypsy Team, опять же, есть раздел, где, по-моему, крипту в покер меняют туда-обратно. Там, понятно, что какие-то комиссии какие-то, но вы по-любому где-то на комиссии попадете, потому что люди на этом зарабатывают, надо понимать. Можно напрямую с карты на бинансе купить? Можно там вот у меня есть, я... А, вот, это самое, наверное, человеческое. То есть если у тебя есть деньги на карте, ты можешь их завести на бинанс, и на бинансе купить ту монетку, которая тебе нужна. Да, да, да. Не забудьте только двухэтапную верификацию. Верификацию, да. Объемы обязательно. Ну, тут надо понимать, что 10 тысяч долларов так покупать не очень. Тут надо какой-то живой барыга, условно, который вам это поможет. Поэтому, смотрите... Ну да, ты имеешь в виду, что если 10 тысяч с карты на бинанс закинуть, то у банка могут вопросы возникнуть или что-нибудь такое? Ну да, нет, вообще, куда уходят деньги? А потом, если их вывезти так же захочешь, типа, камон. Я бы не хотел, ну, я, типа, пытаюсь... Там же сейчас в России вообще жестче жесть, там, сейчас финанс, небось, сольет всю KVC государству. Типа, они же там сказали, что надо декларировать крипту, если выше какого-то там объема. Ну, короче, там крипту будет жать. И вот фишка в чем? В том, что любому государству вообще невыгодно биткоин, вообще никому не... Все же, если что, сейчас жмут фиат. В Украине, в России жестко прижимают фиат. Фиат – это обычные, традиционные наличные. Их прижимают, все хотят, чтобы мы все перешли на карточки, на онлайну платежи. Тогда легче отслеживать все бабки. Все бабки как на руке, запрос подал, ты видишь, что человек делает. У него бабки, что как? Это тоже такой подводный камень. Так, ну, у меня есть еще один последний вопрос. Если ты смотрел подкасты, то ты знаешь, называется «Званый ужин». У тебя есть возможность позвать пять человек, любых деятелей, истории, культуры, кого угодно, которые жили в любое время, истории человечества. Короче, просто попиздеть, посидеть, провести вечер с какими-то своими кумирами и так далее. Так это, которые жили или которые сейчас? Как кого угодно. Единственное, что пришлось придумать ограничения, на прошлом подкасте Бахрома говорит, а мультяшек можно? Не, мультяшек нельзя. Ну, короче, это. Ну, очевидно, что Илон Маск, наверное, да, надо пообщаться с ним. Я бы взял Сатоши Накамото, который изобрел биткоин. Я, кстати, думаю, что он сдох. Почему? Ну, нереально просто, нереально за 12 лет, блядь, скрываться, продолжать, кошельки не двигаются, терпеть. Знаете, столько было разговоров, когда форкали биткоины, а когда поднималась тема о том, что чувак выдавался за Сатоши, этот мог анонимно выдать, что он, ну, типа, жив. Как можно иметь такую железную волю, что 12 лет не двигать биткоины? Мне кажется, что он как-то помер, короче. А это есть факт, что это именно реально чувак, который запустил, придумал? То есть это тоже не факт. Вариант со спецслужбами остается, да. Нет, так есть, может быть, вариант, что это какой-то другой чувак вообще? Или нет? Нет, так чувак спецслужб, Сатоши, нет, ну, это либо группировка лиц, либо тогда один. Потому что Сатоши Накамото просто на форуме писал, что это вот он, вот его там кошельки, это все четко. Он там вначале, то, что он манил, это было, ну, на поверхности. А если бы завтра новость появилась, что он умер, вот, это бы как-то повлияло, интересно, на рынок? По сути, он же никак не влияет на сам биткоин сейчас, правильно? У него миллион биткоинов на кошельке, ты понимаешь, что это нереально, это вообще 5% всех биткоинов, а то есть 7%. Это, если он захочет продать, он уронит твой биткоин до 3000 обратно вообще мгновенно. Так получается, если он умер, то, значит, наоборот, это хорошо, потому что он никогда этот миллион не продаст. Конечно, да, то есть это деньги утеряны, и все, минус еще миллион. То есть, если завтра новость, что Сатоши Накамото умер, надо покупать срочно. Так, ладно, Сатоши Накамото, Маск, еще трое. Да, еще трое, блин, блин, ладно, это я не знаю, художника какого-то, не, 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 не. Какого-то этого, который в полу-трипе жил, как Ван Гог, Ван Гога бы поговорил бы, не знаю, почему я вообще взял там столько разноплановых личностей. Ну, слушай, если честно, я об этом вопросе, у меня нету прям такого, у меня настолько сейчас все в интернете, ты все можешь вживую увидеть их мысли, то есть, получается, надо какую-то историческую личность обязательно брать, потому что то, что живое, оно все ну, здорово, давай дурого возьмем. С дурого тоже интересно пообщаться, потому что он, конечно, от мира всего капитально. По-любому. То есть, он и мало интервью дает и прочее вот это все. Ну, остальных двоих точно надо брать старых. Сатоши на кому-то идеально подходит вообще. Пятерку. А кого еще позвать? Что, нам надо брать каких-то гениев? Так тоже, блядь, что с этим гением? Вряд ли там Франкенштейн такой, Франкенштейн, боже мой. Франкенштейн? Нормально. Эйнштейн, Эйнштейн. Вряд ли с Эйнштейном прям мне будет интересно вести диалог. Просто какой-то из старого времени гений. Блин, слушай, я вообще не знаю сейчас назвать вот так вот просто слету. Ну, то есть, надо, очевидно, человек, я бы звал человека, которым, от которого можно было бы получить именно от диалога value. Кстати, блядь, слушай, можно я сейчас немножко отступления дам? Я просто вспомнил наш диалог с Никитой Фишом. Да, это интересная вещь по поводу медитации и мотивации самой медитации. Я ни один раз пробовал и никак не мог найти мотивацию, зачем я это делаю. Я, по-моему, тебе это рассказывал, а потом просто посмотрел интервью Никиты Фиша, где он говорит, ребят, ну это делают все успешные люди. Вот типа, все, этого должно быть вот так. Ты хочешь быть успешным? Ну, блядь, делай как... Ну, вряд ли, блядь, ты хочешь быть успешным, но в обход других успешных людей вообще, по левому дорожка. Ты же, ну, не будешь же обходить эту гору, ты пойдешь уже по более-менее протоптанным. Вот Леха медитирует, я, ну, я не знаю, я надеюсь, мы можем ассоциируется с успехом, да, в 30 лет. Точно не сильно плохо. Посмотрите, какой у него микрофон, у меня, кстати, тоже классный. Типа, фонарики там сзади, Света купил. Ну, короче, поэтому, поэтому вот, медитация, хотя бы просто потому, что успешные люди медитируют, уже из-за этого стоит попробовать это, а там дальше втянетесь. Попробуй так плотно. Да, блин, я не могу никого назвать, ты как я могу кого-то кроме... В этом смысл вопроса. Я в последний стол, в последний слот грузанул Гагарина, и до конца жизни буду об этом жалеть, поэтому давай тоже кого-нибудь. Гагарин, ну нет, с Гагарином мне тоже не о чем. Блин, ну это надо каких-то шумных чуваков, надо погуглить. Может, кого-то веселого. Слушай, бывают ответы из разряда «позову пять друзей», кто он... Чарли Чарлова? Бахрома сказал... Нет, кто сказал, типа, пару девочек, там, оператора, что-то такое там было? Чарли Чаплина? Ну, я тебе говорю смешного, но... Безусловно. Спросишь у него, что, по ютубу посоветовал бы, как лучше контент делать. Мне просто кажется, что людей, которые старые, которые вот сильно древние, позвать, там ничего интересного не будет, потому что они... Ну, давай никого Тесла, вон, ладно, никого Тесла уже. Возьмем все-таки ученого. Сразу и маску угодишь. Да, и маску угодишь сразу, да. Давайте одного еще такого ученого, разогнанного, возьмем. Захарченко из БТР, точно. Боже мой, что еще? Ну все, у тебя уже... Нет, у тебя все уже пять заполнено. Поздравляю. Нормально. Они сейчас, через 10 минут будут. Ну, наверное... Ну ладно, да, ну окей. Мазк был почти у всех, за исключением тех, кто в целом какую-то... Противо. Ну, совсем другую страту. Чего? Говорю, что типа... Забыл уже, короче, пофиг, мне отписали. Все нормально. Мазк был либо у всех, то есть Мазка не было только у тех, кто брал совсем другую страту, типа я возьму там друзей каких-то. Либо тех, кто говорил, ну это настолько банально, что я не хочу, типа быть... Ну да, да, да. Я просто тут решил выбрать банальный, типа... Нет, так почему? У тебя же нет цели не банального выбора. У тебя цель, чтобы было весело, интересно. Да, да, у меня цель рационального. Согласен, согласен. И как бы... Ну ладно, я как бы стараюсь не корентироваться, потому что это вопрос на выбор, который как бы характеризует личность. Вот в этом его смысл. Сань, спасибо большое за уделенное время. Как бы... Позвал тебя... То есть ты у меня был в шорт-листе, и я думал, что наступит момент, когда у меня не будет сильно много времени на подготовку, и тогда надо будет позвать кого-то, кого ты хорошо знаешь, и кому не надо будет долго готовиться, и с кем-то уверен, что будет нормально, комфортно общаться. И вот настал такой момент, когда я... Там мне один потенциальный гость сказал, что у него именно в этот понедельник не получится. Я такой, блин, ну что, без подкаста буду, что ли? И я такой, вот, это отличный... А? Ты начал, знаешь, с того, что, типа, молодец, что, типа, классно, я... Ну, в целом, ты была отличная замена на любой момент. Нет, не так, не так. То есть, ты сейчас еще и контекст с криптой супер подходящий, и поэтому я, наоборот, тебе комплимент делаю, что мне сегодня нужен был какой-то близкий, комфортный человек, и, собственно, все ровно так комфортно для меня и прошло. Спасибо всем, кто нас смотрел. Я надеюсь, как минимум вы получали, получили какое-то удовольствие от развлекательного контента, как максимум, может, еще что-то полезное для себя услышали. На следующей неделе, то есть, получается, на этой неделе у нас, вероятно, будет еще один подкаст. Следите за анонсами в телеге, вот. На Саню тоже подписывайтесь, ну и на меня. Да, DoubleTopTraders, YouTube-канал, он там сто раз в обновлении вышел. Я надеюсь, что была какая-то... Кто-то ко мне придет, у меня интересный контент, ребята. Всем спасибо, Леха, спасибо. Вы замечательная публика. Вообще не было хейта, кстати. Круто. Следил краем глаза? Да, я так поглядывал над это. Потом человек говорит, привет тебе, Стринёва. Стринёва – это тот адрес, где я жил, внимание, типа, блин, мне кажется, лет до десяти. То есть, настолько древний, я не знаю, что они из покера или из скрипты, вообще, у меня был шок, просто Стринёва. Это прям жесть, потому что не с первого класса, короче, люди меня знают. В общем, да, было очень интересно, спасибо, Леха. Я надеюсь, что аудитории тоже понравилось. Окей. Все, будем на связи тогда, до скорой встречи. Это я тебе говорю. Ну и вам тоже всем. Когда мы увидимся. Ну ладно, давай. Давай, давай, пока.